День занялся, костры погасли, и вокруг догоравших головней шевелились люди, вставали, потягивались, сбрасывали парусиновые попоны, которыми были покрыты. Рвавшихся на привязи лошадей отвязывали и отпускали на свободу, гоня к реке, чтобы выкупать и вычистить. По всем дорогам к лагерю направились большие повозки, груженные провизией и кормом для лошадей, и со скрипом их колес смешивались песни солдат в минуту веселого пробуждения, вспоминавших далекую родину и певших на родном языке. Стоял хаос голосов и криков. Каждый народ занимал отдельную часть лагеря, одно племя перекликалось с другими приветствиями, над лагерем стоял запах обнаженных потных тел и редких приправ, бросаемых в котлы. В воздухе раздавались громкие удары плотников, прилаживавших осадные орудия, чтобы через несколько часов начать метать из них стрелы и камни против городских стен. Несколько всадников в развивающихся плащах скакали на горячих лошадях между городом и лагерем, осматривая стены Сагунта, на рубцах которого, залевших при утреннем солнце, начинали собираться защитники. Ганнибал с непокрытой головой также смотрел на город из лагеря, стоя на обломке стены, последним остатке загородного дома, срытого осаждающими. Было решено начать приступ, как только войско окончит приготовление. Пятьсот африканских всадников, вооруженных пиками, строились перед лагерем. Они должны были напасть на тот пункт города, где его стены выдавались в открытую равнину, позволявшую дойти беспрепятственно до основания. В других местах лагеря собирались иберийские пехотинцы с длинными лестницами, чтобы принять участие в осаде сразу с разных сторон. Выдвигали осадные машины стрелометы с гигантскими коромыслами, приводимыми в движение канатами и готовыми начать бомбардировку градом камней, вложенных в выемки их огромных плеч. Готовили тараны, болтавшиеся на цепях в ожидании применения. Осадные башни со стенами, оплетенными камышами, продвигались на массивных дисках, увенчанные щитами стрелков, скрывавшимися за ними отстрел. — Ты идешь, не защитив ноги? — спросил брат. — Не надеваешь лат? Ганнибал поспешил в свою палатку, пройдя мимо всадников, медленно поливающих своих лошадей и осматривающих оружие в уверенности, что им придется принять участие в приступе только в последнюю минуту. Вождь оделся в легкие доспехи. Он надел короткие латы из бронзовой чешуи, а на голову шлем и взял меч. Выходя, он встретился с Марбахалом и своим братом Магоном, начальствовавшим над резервом, обосновавшимся в лагере. — Нет, — храбро ответил вождь, — я иду на приступ, и ноги должны двигаться легко, чтоб пробираться через развалины. Стрелы пощадят меня, как всегда. При выходе из лагеря ему показалось, что между двумя палатками он увидел царицу Амазонок, следившую за ним грустным взглядом. Но когда глаза озбиты встретились с глазами Ганнибала, она высокомерно отвернулась и ушла. Затрубили трубы, и весь лагерь выступил против города. Выдвинулись вперед мантлеты — настоящие деревянные стены, за которыми скрывались стрелки. Под защитой этих подвижных крепостей выстроились африканцы, вооруженные палками, между тем, как с других сторон надвигались кельтеберийцы, неся перед собой лестницы. Стены вмиг покрылись защитниками. Над зубцами показались сильные руки, пускавшие дротики, бегали пращники, выбрасывая камни, натягивались луки с резким свистом, выпуская стрелы. С целью воодушевить осаждающих Ганнибал ходил между ними, не обращая внимания на всевозможные снаряды, ударявшиеся о дерево мантлетов. Несколько раз, проснувшись ночью и рискуя попасть в плен, он добирался до самого подножия стены, защищавшей эту наименее укрепленную часть города. Основанием служили большие камни, связанные глиной. Вождь убедился, что взобраться на стены трудно, и предполагал пробить брешь в фундаменте и разрушить красноватую стену прежде, чем его войско понесет серьезный урон. Подъехав к стенам, африканцы вышли из-под защиты мантлетов и яростно устремились на каменную громаду. Обнаженные черные, они кричали, потрясаясь своими мускулистыми руками, со сверкающими в них пиками, и казались исчадиями ада, посланными свирепыми карфагенскими божествами для уничтожения города. С упорным ожесточением они принялись за дело разрушения, не обращая внимания насыпавшиеся удары. Граждане, рассерженные такой смелостью, высовывались до половины из-за рубцов и осыпали африканцев стрелами и камнями, которые, падая вертикально, выбивали из рядов неприятеля немало жертв. Африканцы катились на землю с разбитой головой или размозженными плечами, сломанными руками и ногами, и ни один из ослаждающих остался пригвожденным к земле стрелой, пронзивший его насквозь. Но новые толпы, подступая по груди трепещущих изувеченных тел, по крови, смешавшейся с глиной стен, выхватывали пики из рук умирающих и с удвоенной яростью продолжали дело разрушения, нанося удары по стене, будто она была их худшим врагом. И африканцы, и кельтеберийцы, и галлы, люди всех цветов и рас, смешивались, произнося с пеной у рта проклятие каждой на своем языке и чувствуя, как смерть ежеминутно стоит у каждого за плечами. При грохоте таранов и падающих камней, среди стонов раненых, фаларики зажигали одежду и, впиваясь в голое тело, невыносимо жгли, люди, корчась от боли, бежали к реке, как живые факелы. Уже часть стены подавалась, камни сыпались из своих ячеек, главное было выбить первый, после него другие уже следовали сами собой. Осаждающие спускали крики дикой радости, они услышали ободрявший голос Ганнибала, но прежде чем они успели поднять голову, чтобы перевести дух, из среды их донесся настоящий вой. На них полилась струя раскаленного адского дождя, капли которого впивались, как бесчисленные ножи в тело. Наверху, между зубцами, горел костер, купцы плавили слитки серебра из своих складов и лили расплавленный металл, как смертоносный дождь, на тех, кто осмеливался разрушить городские стены. Осаждавшие отступили с яростными воплями и спешили укрыться за мантлетами. Ганнибал, подняв меч, надеялся его ударами остановить бежавших и вернуть к работе, но напрасны были все его старания и все убеждения, что для победы необходимо разрушить стену. Солдаты пожимали плечами с почтением, глядя на вождя, казавшегося неуязвимым, но сами боялись мучений этого ада. Многие катались по земле с пеной у рта, задыхаясь от боли. Вдруг как будто все стены города раскрылись, и все жители его готовились покинуть его. Они бросились на кельтеберийцев, вырывая их лестницы. Город всей своей массой сделал вылазку против осаждающих. Ворота были слишком тесны, чтобы дать выход вооруженной толпе, теснившейся в них и рвавшейся на простор, как поток, стесненный между гор, и затем, разливающейся по равнине, самые нетерпеливые бросались прямо со стен, чтобы скорее встретиться с врагом. В одно мгновение все пространство между стенами и лагерем покрылось сагунтинцами. Ганнибала увлекло бегство его солдат. Мантлеты горели, и толпа женщин и детей, схватив факелы, окружила осадные башни, поджигая их камышовые стены. Плотной массой продвигались сагунтинцы, сметая осаждавших, бежавших в рассыпную. Перед этой движущейся стеной пик и рук с поднятыми мечами видны были только бегущие, бросавшие оружие и падавшие, пораженные копьями и стрелами. Гигант Феррон двигался один, как бы образуя из себя целую фалангу. Львиная шкура и его огромный рост привлекали все взгляды. Он поднимал и опускал свою палицу на группы бегущих и открывал в них широкие бреши. «Это Геркулес!» — в суеверном ужасе кричали. «Осаждающий бог Сагунта идет против нас!» Появление гиганта, даже больше ударов сагунтинцев, способствовало бегству. Ганнибал не хотел отступать. Он надеялся удержаться, но напрасно он кричал, потрясая мечом. Его захватил поток бегущих. Его собственные солдаты, ослепленные панической стены, жестким страхом подхватили его, толкая вперед, ударяясь ему в спину головами, наклоненными для более быстрого бега. И ему пришлось употребить немало усилий, чтобы не быть сбитым и растоптанным. Еще момент, и граждане, уничтожив все осадные приспособления, ворвались в лагерь. Вождь обрушился с проклятиями и угрозами на своего брата и Марбахала. Не сумевших со своими резервами удержать поток бегущих. Он видел, как пешие отряды в беспорядке спешно покидали лагерь. Многие затягивали на бегу ремни своих панцирей. Все народы смешались, и никто не обращал внимания на предводителей, напрасно приказывавших трубить врага, чтобы выдворить порядок. Сагунтинцы, увлеченные победой, столкнулись с первыми рядами резервов и сразу смяли их. Ганнибалу удалось собрать вокруг себя группу самых отважных солдат, и он выступил с ними навстречу сагунтинцам. «Сюда! Сюда!» — кричал он бегущим из лагеря и в своей растерянности, не знавшим, куда броситься. Но крики его в то же время привлекли внимание врагов. Феррон, как бы руководимый своим богом, направился к Ганнибалу, и его палец обрушилась на карфагенский отряд. Он врезался с холодным мужеством в ряды врагов, сокрушая их копья ударами палицы. Мечи, казалось, тупились, а его могучие мускулы, и весь покрытый кровью, стекавший с его львиной шкуры, он был свиреп и великолепен, как божество. Ни разу он не поднял своего сучковатого ствола, чтобы к ногам его не упал враг. Осаждавшие вторично отступили перед натиском сагунтинцев. Снова войска, испуганные яростью гиганта, казавшегося неуязвимым, задержали Ганнибала, как вдруг неожиданное обстоятельство, изменило картину битвы. Земля задрожала от лошадиного топота, похожего на раскаты грома, и на врага с яростью урагана налетели амазонки-осбиты, скакавшие, пригнувшись к гривам своих коней, с развивающимися из-под шлемов волосами и белыми туниками, завертывающимися вокруг обнаженных ног. Амазонки кричали, потрясая копьями, перекликались, устремляясь на менее плотные группы, и враг отступил в ужасе перед этими женщинами, которых впервые видел вблизи, а они воспользовались вызванным ими изумлением. Через головы окружавших его Ганнибал увидел Азбиту, совершенно одну, сверкавшую, как солнечный луч. Яркий свет, падая на ее шлем, окружал ее как бы сиянием. Инстинкт любящей женщины помог ей угадать, где был Ганнибал, теснимый врагами, и она поспешила к нему на помощь. Случившееся затем произошло быстро, моментально. Ганнибал едва успел заметить Амазонку, как видение во сне, сквозь окружавшую ее завесу пыли. Опустив копье, Азбита устремилась на жреца Геркулеса, который остался один в этой беспорядочной схватке среди большого пространства. «Охо!» — крикнула она, понуждая коня воинским криком, и, уцепившись ногами в бока животного, она приподнялась, чтобы лучше достать гиганта. Лошадь, испуганная видом львиной головы, поднялась на дыбы, пятясь, и в ту же минуту на ее голову опустилась тяжелая палец, вызвав звук огромной разбившейся амфоры. Конь с раздробленной головой, обливаясь кровью, упал на передние ноги, и Амазонка, сбитая толчком, отскочила на несколько шагов, прикрываясь щитом. Если бы ей удалось удержаться одну минуту, она была бы спасена. Ганнибал, забывая всех своих отчаянно бившихся, бросился на помощь Азбите. Из лагеря скакали всадники на помощь смелым амазонкам, и масса горожан в беспорядке отступила к городу. Азбита вскочила на ноги, и, сделав шаг вперед, подняла копье, намереваясь поразить гиганта, но в то же мгновение страшная палец упала на ее голову силой обрушившейся стены. Бронзовый щит громко зазвенел, золотой шлем разлетелся в дребезги, и Азбита упала в туники, обогренной кровью, как белая птица с подбитыми крыльями. Феррон, несмотря на свою ярость, замер, опираясь на палец, и не обращал внимания на происходившее вокруг, как бы ужасаясь тому, во что его сила превратила эту красивую женщину. «Ко мне, Феррон! Я вызываю тебя, свирепый Геркулес! Попробуй сладить со мной! Я Ганнибал!» Жрец обернулся и увидел воина с лицом, с закрытым щитом и поднятым мечом, быстро подходившего, описывая круги около него, как тигр, собирающийся напасть на слона и старающийся найти его слабое место. Битва окончилась. Сагунтинцы отступали к городу. Всадники осаждающих подъезжали к стенам и местами происходили схватки один на один. Несколько солдат подходили медленно и останавливались, охваченные суеверным ужасом, внушаемым гигантом. Феррон не испугался, увидав себя одного. «Ганнибал! Так этот воин, собиравшийся бороться с ним один на один, Ганнибал? Этот странный поединок на виду всего города, собравшегося на стенах, казалось, был послан самим его богом-покровителем. Он избавит Сагунт от его главного врага. Геркулес посылает ему эту славу, и, усмехаясь, довольный, подняв палицу, он двинулся на африканца. Ганнибал старался уклониться от него, отступая, прыгая в сторону с кошачьей быстротой, пока жрецу это не надоело, и он решил положить конец поединку до прибытия новых сражающихся. Твердо став на своих колоссальных ногах, он поднял палицу на Ганнибала. Огромный ствол рассек воздух, но Ганнибал в то же мгновение отскочил в сторону, однако палица задела его щит. Но от сильного размаха она выскочила из рук Феррона и отлетела далеко, поднимая облако пыли. У африканца от сильного удара подогнулись колени, но он удержался и, подняв щит, бросился прямо с мечом на Феррона. Видя себя обезоруженным, жрец Геркулеса на минуту потерял самообладание. Ему стало страшно, как будто перед ним стояло высшее существо, с которым он не мог сладить, несмотря на всю свою силу. Он побежал к Сагунту. Видя грозившую ему опасность, находившиеся на стенах встретили его криками. Некоторые натянули луки, чтобы стрелами задержать Ганнибала, но стрелять не решились, боясь ранить Феррона. У сагунтинцев дух замер, когда они увидели бегство своего Геркулеса, преследуемого воинами, устремившимися ему наперевес, чтобы помешать достигнуть города. Грузному, толстому великану трудно было бежать по полю, усеянному трупами и остатками битвы. Он споткнулся, колени у него подогнулись, он попытался встать, но теперь он уже был совершенно обнажен, львиная шкура свалилась с его плеч и осталась на поле. Преследователь настигал его, он почувствовал за плечами холод от прикосновения оружия и, не желая умереть преследуемым, как раб на виду всего города, он быстро повернулся, вытянув руки вперед, как две колонны, чтобы обхватить ими врага. Но прежде чем огромные руки опустились на него, Ганнибал успел всадить меч в бок колосса и несколько раз повернуть его. Феррон грузно опустился на землю, зажав руками рану и смотрел на кровь, текущую темным потоком. Он смотрел на Ганнибала без злобы, с детским выражением страдания и затем обратил тускнеющий взор на Акрополь, на крыше которого играло солнце. «Отец Геркулес, зачем ты покидаешь своих?» проговорил он с горечью. Его огромная голова, падая на землю, подняла облако пыли, Ганнибал наклонился над ней и начал отсекать крепкую шею. Много ударов понадобилось, прежде чем удалось перерубить жилы, подобные веревкам, и могучие мускулы, в которых вязло оружие. Вокруг Ганнибала падала туча стрел. Вождь снял шлем, и голова в крупных кудрях осталась непокрытой. Он схватил голову Феррона за волосы и, поставив ногу с видом победителя на тело жреца, показал голову стоявшим на стенах. Он стоял великолепный, с мечом в правой руке, вытянув другую руку, державшую голову великана. Его глаза, сверкающие, как металлические круги, в его ушах, были устремлены с выражением гордости и холодной злобы на темную голову. Граждане узнали ее, и вдоль стен пронесся крик изумления и ярости. «Ганнибал! Это Ганнибал!» Он же, простояв несколько минут, как статуя победы, высокомерно глядя на врагов и не обращая внимания на массу смертоносных снарядов, свистевших вокруг него, вдруг выпустил голову Феррона и упал на колени, выронив меч. Мопсо, стрелок, прострелил ему ногу. Все со стен видели, как в порыве ярости, вызванный болью, карфагенский вождь выхватил стрелу и, разломав на куски, отшвырнул далеко прочь, но дальше уже ничего не видели. Большая часть войска спешила к нему, чтобы прикрыть его, а пращники и стрелки снова начали обстреливать стену, а кто он, утомленный вылазкой, смотрел из амбразуры на все происходившее вокруг Ганнибала, не обращая внимания на пращников, которые, озлобленные раной вождя, осыпали стены настоящим градом камней. Он видел, как Ганнибал приподнялся, поддерживаемый двумя карфагенскими военачальниками в золотых латах и сопровождаемых отрядом телохранителей. Вдруг вождь отделился от поддерживающих его воинов и тяжело хромая направился к белой окровавленной кочке, выделявшейся на красной земле как бесформенная масса. Он наклонился над ней и окружавшие ее нумидийцы увидели в первый и последний раз, что ужасный Ганнибал плакал, когда прильнул губами к размозженной голове Азбиты, целуя это любимое обезображенное лицо, вокруг которого начинали уже кружиться зловещие мухи. Глава седьмая на стенах Сагунта Рана Ганнибала доставила городу несколько дней спокойствия. Осаждающие, оставаясь в лагере, бездействовали и издали, глядя на Сагунт. Прощники выходили утром, чтобы упражнять свою ловкость, бомбардируя стену, но кроме этого и пускания стрел из города или в ответ других враждебных действий, ни осаждающие, ни осажденные, не предпринимали. Отряды конницы разъезжали по полям, собирая фураж, а огромная орда свирепых племен заканчивала дело разрушения, грабя деревенские дома и виллы. Группы деревьев все редели, каждый день срубали новые стволы для доставки дерева в лагерь, и на оголенных местах уже не виднелось ни крыш, ни башен. Только дымящиеся и почерневшие развалины поднимались здесь и там среди покинутых полей. Остаток мозаичного пола часто являлся единственным следом изящного загородного дома, срытого до основания вторгнувшимися ордами. Войско Ганнибала все росло, каждый день прибывали новые племена. Казалось, что вся Иберия, покоренная славой Ганнибала, собралась в лагерь под Сагунтом, стараясь овладеть богатствами города. Прибывали пешие иконные, грязные, дикие, одетые в звериные шкуры или лохмотья, вооруженные серпообразными или короткими обоюдоострыми мечами, жаждущие грабежа и привозившие с собой богатые подарки для африканца, слава которого их устрашало. Сагунтинцы, торговавшие с племенами из центра страны, узнавали со своих стен вновь прибывающих. Они прибывали издалека. Некоторым из них приходилось идти целый месяц, прежде чем достигнуть Сагунта. Здесь виднелись лузитанцы атлетического сложения, об ужасных зверствах, которых ходило много рассказов, были гамаики, жившие рыбной ловлей и промывкой золота в своих реках, астуры, выделывавшие оружие и мрачные воски, язык которых не могли выучить другие народы, и вместе с ними прибывали новые племена избетики, поспешившие отозваться на зов карфагенинина, ловкие наездники с оливковым цветом кожи, с волосами, рассыпавшимися по плечам, одетые в короткие белые юбки с широкой пурпуровой бахромой и вооруженные большими круглыми щитами, служившими им опорой при переправах через реки. Лагерь, расположенный вдоль реки, еще больше растянулся по обширной равнине, масса палаток и лачуг покрыла ее на необозримое пространство. Вырос настоящий город, больше Сагунта, и все увеличиваясь, казалось, собирался поглотить его с его стенами. На другой день, после победоносной вылазки сагунтинцев, они заметили большое движение в лагере осаждающих. Там происходило погребение царицы амазонок. Сагунтинцы видели, как тело сбиты было поднято амазонками на щиты. Затем среди лагеря заклубился дым огромного костра и яркий огонь поглотил останки царицы. Осажденные угадывали состояние умов во вражеском лагере. Ганнибал был прикован болезнью к ложу и все войско, казалось, разделяло печаль героя. Знахари входили и выходили из его палатки, осмотрев рану, и искали в окрестных горах таинственные травы для приготовления из них целительных пластырей. В Сагунте наиболее храбрые предлагали повторить вылазку и, пользуясь моментом растерянности, ударить на врага, чтобы обратить его в бегство. Но лагерь осаждающих хорошо охранялся. Брат Ганнибала с главными военачальниками зорко следил, чтобы не быть застигнутым врасплох. Войско за земляными окопами находилось как в крепости и, пользуясь досугом, устраивало все новые укрепления, за которыми оно могло бы укрыться в случае нападения. Кроме того, город был не менее поражен смертью жреца Геркулеса. Сагунтинцы не могли себе представить, каким образом африканский вождь смог убить великана Феррона на глазах всего Сагунта, и наиболее суеверные видели в этом небесное знамение, предупреждение, что боги-покровители города начали покидать его. Все проявляли такую же твердость, как и в первые дни, и решили защищаться, но шумная шутливость первого времени исчезла. Казалось, что над городом висело несчастье, и все увеличивавшееся число врагов внушало страх. Каждое утро видели, что вражеский лагерь разрастается. Когда же перестанут пребывать все новые союзники Ганнибала? Великий и богатый торговый греческий город, недавно праздновавший веселый панафейский праздник представлял собой вид осажденного города. Толпы крестьян, нашедшие убежище в городе, расположились на улицах и площадях, представляя из себя жалкое стадо нищих. В храмах у подножия колонн помещались стонавшие раненые. Наверху в Акрополе день и ночь пылал костер, на котором сжигались трупы умиравших на стенах или падавших на улицах жертвой болезней, развившихся от скучности населения. Запасов еще было в изобилии, но они не были свежи, и богатые, предвидя будущее, копили, что могли в ожидании дней нужды. В бедных мазанках убивали лошадей вьючных животных и жавели их мясо на огне, разводимом на улицах беглецами, не имевшими крова. И со стен, так же, как и Закрополя, все с нетерпением смотрели на море. Когда же прибудет помощь из Рима? Что делают послы, отправленные Сагунтом в Великую Республику? Нетерпение часто бывало причиной печальных ошибок, в которые впадал весь город. Однажды утром караульные, выставленные в Акрополе на башне Геркулеса начали отчаянно стучать в медные доски в знак тревоги. Им показалось, что они видят на горизонте несколько парусов. Народ бросился на верхушку холма, затаив дух, следя за белыми и красными парусами на синей поверхности Сукронесского залива. Это они, римляне! Вспомогательный флот идет в гавань. Однако через несколько часов напряженного ожидания наступило разочарование. Это были корабли марсельских купцов, проходившие мимо, или вражеские три ремы, посылаемые Газдрубалом, братом Ганнибала из Нового Карфагена с запасами для войска. Каждое из подобных разочарований усиливало мрачное настроение по стенам, и граждане дивились храбрости богатой гречанки, не боявшейся вражеских стрел. Любовь к Актеону и ненависть к осаждавшим предавали ей мужество. Одно имя Карфагенен приводило ее в ярость. С высоты Акрополя она видела, как взвелось пламя из-под крыши ее загородного дома, как обрушилась красная крыша голубятни, как вырубались чудные рощи, окружавшие ее дом, и как все превратилось в груду обуглившихся развалин, и она поклялась мстить не за потерянное богатство, но за разрушение таинственного приюта ее любви, роскошного жилища полного воспоминаний. Она чувствовала себя расстроенной при несказанно неудобной жизни в осажденном городе, вынужденная питаться грубой пищей и жить в своем товарном складе среди богатств, кое-как наваленных в поспешном бегстве, почти вместе со своими рабынями и лишенная ванны, так как в городе вода была только в цистернах, и администрация раздавала ее очень экономно, предвидя ее быстрое истощение. Эта жизнь, полная лишений, раздражала ее и вызывала в ней воинственную смелость. Она каждый вечер присоединялась к своему возлюбленному и вместе с актуаном душой защиты распоряжалась рабами, чинившими стену, а затем они отправлялись к Мопсу, в Акрополь, чтобы вместе обсудить положение в стане врага. Она надеялась, что можно будет употребить затишье, вызванное болезнью Ганнибала, на то, чтобы поставить город в лучшие условия защиты. И вот она ходила по стенам, разговаривая с молодежью, обещая богатые награды тем, кто наиболее отличится, и убеждая всех сделать беспримерную вылазку, всем городом устремиться из стен на врагов и оттеснить их до самого моря. Постоянными спутниками сонники были Эросион и Ранто. Жизнь в тесном пространстве и общая опасность сблизили их со многими людьми, и они следовали за своей госпожой, встречая восторженной улыбкой все ее слова и воинственные замыслы. Ранто уже не была пастушкой. Всех ее кос одну за другой съели в доме сонники, и у нее не осталось иного занятия, как следовать за госпожой рука об руку с Эросионом. Она была счастлива таким положением вещей и желала бы, чтобы ему не было конца. Даже мрачный Мопсо, отец ее возлюбленного, при встрече с ними не протестовал и часто улыбался, видя их счастливыми и спокойно ходящими по стенам без страха перед стрелами. Опасность заставила людей сблизиться между собой. Богатые коммерсанты стреляли из лука, стоя за зубцами рядом с рабами. Нередко можно было видеть, как богатая гречанка разрывала свою полотняную тунику, чтобы перевязать раны грубого наемника, и богачка сонника, прежде относившаяся высокомерно к городским женщинам, уговаривала рабынь образовать отряд амазонок, подобный тому, какой следовал за гнибалом. Ранто, довольная новым положением, была ослеплена своим счастьем до того, что не замечала всеобщего горя и бедствий вокруг себя. Сочувствуя своему возлюбленному, она часто вырывала у него из рук лук и увлекала юношу в отверстие лестницы у подножия стены и там ласкала его с новой страстью. Наслаждение под свист стрел, крики ярости и стоны, раздававшиеся наверху, казались ей еще притягательнее. Перерыв в военных действиях продолжался всего двадцать дней. В тишине лагеря не переставая, раздавался стук плотников и граждане видели, как мало-помалу росла большая деревянная башня в несколько этажей, превышавшая городские стены. Ганнибал ласкала креп и рвался возобновить осаду. Желая, чтобы враги увидели его, он стал выходить из палатки, как только рано закрылось и часто скакал вдоль стен в сопровождении своих военачальников. Вид его ослеплялся гунтинцев. Он горел, как яркий огонь на своем черном коне. Солнце окружало его ослепительным сиянием, будто он был каким-то божеством. Он был одет в латы и шлем, принесенный ему в дар галаистскими племенами и изготовленные ими из золота их рек. Вождь предпочитал бронзовые доспехи, побывавшие ни в одной битве, но он совершал свои поездки вокруг Сагунта на показ и желал поразить своим появлением граждан, желал, чтобы они видели его величественным как Бога. С появлением Ганнибала снова началась осада, но еще более ожесточенная. Сагунтинцы с первого момента поняли, что осаждающие воспользовались затишем, чтобы усилить свои наступательные средства. Они продвигали с большими усилиями огромные деревянные башни, которые успели выстроить. В них скрывались стрелки, стрелявшие из прорезанных в стенах амбразур. Верхняя площадка была настолько выше городской стены, что стрелометы бросали оттуда большие камни, сеявшие смерть между защитниками города. Ганнибал выходил из себя возбужденной стойкостью сагунтинцев и стремился кончить скорее осаду. По стенам уже стало невозможно ходить открыто. Осадные башни пододвинули к тому выдающемуся месту города, которое Ганнибал считал за самый слабый пункт. Стрелы и камни падали на стены без перерыва, и в то время, как защитникам приходилось скрываться за зубцами, и они не могли выстроиться внизу у фундамента, работали под защитой туртараны, медленно разрушая стену, и африканцы, оставшиеся в живых после первой вылазки, теперь работали с большой уверенностью и мало по малу открывали брешь. Сагунтинцы, побледневшие от ярости и сознания своего бессилия, напрасно пытались помешать этой разрушительной работе. Осадные туры, катившиеся по ровному месту, движимые усилиями людей, скрывавшимися за ними, переезжали с места на место, принося с собой смерть, и иногда приближались настолько, что граждане могли слышать голоса целившихся стрелков, а тем временем внизу у основания стен продолжалось медленно, но упорно дело разрушения. Наиболее горячие граждане, сгоравшие негодованием при виде безнаказанного разрушения своих стен, высовывались, чтобы стрелять в неприятеля, вооруженного луками и копьями, но едва не появлялись из-за своего прикрытия, как на них сыпался каменный дождь, или они падали пронзенные стрелой. Стена была покрыта трупами, раненые лежали тускнеющим взором, глядя на древко стрелы, пронзившей их телом. Напрасно осажденные пытались бомбардировать туры. Камни с глухим шумом ударялись от стены, но не причиняли им вреда. Из них, как щетина, торчали во все стороны стрелы, и они двигались, как огромные слоны, нечувствительные краном. Даже фоларики были бессильны против них. Они долетали с шипением и дымом, но не могли зажечь мокрых кож, покрывавших верхнюю часть башен. Наиболее осторожные уходили с места, где сконцентрировались усилия осаждающих, и места их занимали наиболее смелые, не зная, как отразить неприятеля, но твердо решившись умереть прежде, чем он продвинется хотя бы на шаг. Мопса-стрелок был единственный, наносивший при подобном положении дел урон Карфагенинам. Он на минуту высовывался из-за зубцов с натянутым луком и ловко пускал стрелу из бойницы, убивая солдат, считавших себя в полной безопасности. Эросион не отходил от него. Видя своего отца в такой опасности, он отправил Ранто вниз лестницы, ведущей на стену, не обращая внимания на ее слезы, и, схватив лук, намеревался следовать примеру отца, стрелять по сидящим в башне. Однако, менее осторожный, чем отец, он с увлечением юности высовывался чуть не всем телом из-за зубцов, и, когда ему удавалось всадить стрелу в амбразуру, смеялся совершенно открыто, оскорбляя осаждавших своими смелыми мальчишескими шутками. Камень, брошенный стрелометом башни, со свистом ударил его в голову и смертельно ранил. Кровь вместе с кусками мяса брызнула на стоявших вблизи, и мальчик, согнувшись бессильно всем телом, перевесился за стену между двумя зубцами. Стрелы из его колчана с печальным звоном железа рассыпались вокруг его тела. «Мо-псо, мо-псо!» закричал Актеон, желая удержать стрелка, но старик бросился на середину стены, совершенно вне всякой защиты. С остановившимися глазами он рвал свою седую бороду, не помня себя от горя и ярости. Три раза он пытался натянуть свой лук, чтобы пустить стрелу на площадку башни, где находится стреломет, но, несмотря на все свои усилия, не мог сладить с оружием, горе, неожиданность, отчаяние, что он одним ударом не может уничтожить всех врагов, лишили его сил. Между тем, как он боролся с непокорным оружием, как бы восставшим против него, вокруг его головы свистели вражеские снаряды, видя себя бессильным, охваченный горем перед обезображенным трупом сына и, не имея возможности отомстить, он испустил стон и, собрав всю свою силу воли, бросился со стены на останки эра Сиона. Голова его с глухим шумом ударилась о камни, из нее хлынул поток крови, и отец с сыном образовали неподвижную группу невдалеке от осаждавших, продолжавших тараном разбивать стену. Почти целый день продолжалась отчаянная борьба. Сагунтинцы, охранявшие эту часть стены, не могли помешать приближению врага. Чувствовались глухие удары таранов, стена, казалось, колебалась в своих устоях, и ничего нельзя было сделать, чтобы сдержать осаждающих. Медленно стали отступать защитники. Актеон, опечаленный смертью соотечественника и убежденный в бесполезности пребывания на этом пункте, посоветовал отступить внутрь города. Он отошел с некоторыми из своих, и через несколько минут одна из башен стены, разрушенная у основания таранами, закачалась и рухнула, засыпая землю дождем обломков. После этого обрушились еще две башни и большой кусок стены, засыпая своими обломками наиболее спокойных защитников, державшихся на своем посту до последней минуты. Громкие крики, взрыв дикой радости встретили со стороны осаждающих падение стены. Через открывшуюся брешь из улиц города виднелась опустошенная равниной часть лагеря. Засверкало оружие в тесном проходе с заваленным обломками, темная масса надвигалась и слышался звук рогов, приступ. Карфагенини входят в город. Со всех сторон сбегались вооруженные люди, из узких улиц, соседних со стеной, катился людской поток, все кричали, потрясали мечами и секирами, с лицами людей, готовых умереть. Пробираясь по обломкам, собрались у бреши, и это открытое пространство, широкая щель, прорвавшая каменный пояс города, скоро наполнилась пестрой толпой, потрясавшей оружием и образовавшей плотную непроницаемую массу. А кто он был в первых рядах? Рядом с ним шел благоразумный Алько, заменивший свой посох мечом, и многие из тех спокойных купцов хитрые лица которых как бы облагородились героической решимостью умереть прежде, чем уступить врагам. Когда последние пошли на приступ, они увидели, что им придется иметь дело с целым городом. Осадные башни, стрелометы, тараны уже не могли служить им. Тут предстояла борьба один на один, и горожане также уже не прибегали к фаларикам, но пускали в ход только мечи и секиры. Ганнибал пеший предводительствовал фалангой, приближавшейся, подняв пики и опустив мечи. Он бился, как простой солдат, стараясь овладеть этим городом, задержавшим выполнение его плана, понимая, что наступила решительная минута, и крепостью можно овладеть только, напрягая все свои силы. Отрывистыми словами он обращался к солдатам на различных наречиях их племен, напоминал о несметных богатствах города, о красоте гречанок и значительном числе рабов, находящихся в стенах, и болеарцы шли на приступ, нагнув головы, выставив вперед пики со стриями, закаленными в огне, кельтеберийцы орали свои военные песни, ударяя себя в грудь, как в звонкий барабан и размахивая короткими обоюдоострыми мечами. Но медийцы же и мавританцы, спешившись, переходили с одной стороны на другую, коварно из-под тяжка опуская в горожан стрелы, скрытые под их белыми покрывалами. Все было напрасно. Бреж представляло узкое ущелье. Карфагенское войско, несмотря на численное превосходство, должно было стягивать свой фронт. Таким образом, восстановилось равновесие сил, а на стороне сагунтинцев было преимущество положения, и они отражали наступающих каждый раз, как те намеревались взобраться на груду обломков. Мечи врезывались в тела, пики, распарывали груди, сражающиеся схватывались в рукопашную, переплетаясь руками, как ремнями, ломали ноги, сдавливали друг у друга грудь, дышавшую как мех, и катились по земле, разбивая себе лицо. Вставая, победитель не раз с гордостью замечал, что держит в зубах кусок кровавого мяса. Отряд Ганнибала как ураган, налетел на брешь, и стремительность натиска заставила дрогнуть массу защитников, но ни один не тронулся с места. Они решили умереть на посту, образуя плечом к плечу плотную массу, где каждому волей-неволей приходилось быть храбрым, потому что было слишком тесно, чтобы бежать. Такой бой продолжался несколько часов. Груды трупов, скоплявшихся между наступающими и защитниками, затрудняли движение первых. Солнце начинало склоняться к закату, и Ганнибал чувствовал утомление от борьбы со стойким сопротивлением, о которое разбивались все его усилия. Веря в свое счастье, он велел трубить к последнему приступу, но в эту минуту случилась неслыханная вещь, смутившая вождя и внесшая замешательство в его отряд. Актеон не мог определить, откуда доносился голос. То была галлюцинация, выдумка какого-то увлекающегося, утомленного продолжительным сопротивлением. «Римляне!» кричал голос. «Наши союзники прибыли!» Весть быстро распространилась и ее приняли с легковерием, приданным опасностью. Сообщили друг другу рассказ, что сторожевые на башне Геркулеса видели флот, направляющийся в гавань, и сейчас же приятную новость передавали защитникам Бреши. Все ей поверили, прибавляя от себя новые подробности, и в глазах блестела радость, лица раскраснелись, даже раненые, лежавшие среди обломков, поднимали руки, крича «Римляне!» «Римляне!» идут! Сразу в беспорядке, будто влекомой невидимой силой, все устремились из Бреши, и как лавина обрушилась на врага, строившегося для последнего приступа. Неожиданность натиска, сила изумления, этот крик «Римляне! Римляне!» с таким убеждением, повторяемый сагунтинцами, внесли смятение в варварские племена Ганнибала. Однако они защищались, хотя весь город напал на них, даже женщины и дети сражались, как в день смерти Феррона, и солдаты Ганнибала, разбитые на мелкие отряды, не видя и не слыша своих начальников, побежали к морю. Ганнибал отступал, скрижища зубами от ярости. Мысль, что осажденные бьют его войска, сводила его с ума. Ярость до того ослепила его, что он попал в среду врагов и несколько раз рисковал пасть под их ударами. Начало темнеть. Сражающиеся сагунтинцы приближались к окопам лагеря, между тем, как остальное городское население, рассеявшись по равнине, добивало раненых и намеревалось поджечь осадные машины. И они уничтожили бы все, если бы Марбахал, военачальник Ганнибала, не выехал из лагеря с несколькими когортами всадников. Горожане не могли устоять против кавалерии в открытом поле и начали медленно отступать. Под покровом ночи они снова заняли брешь, громко возвещая об одержанной победе. Актеон с некоторыми из наиболее отличившихся в битве сагунтинцами приступил к укреплению города. Он переговорил с сенаторами о трудности долгое время защищать это отверстие. Невозможно несколько раз повторять уловку предыдущего вечера. Озажденные всю ночь проработали при свете факелов под брешью, сбрасывая черепицу и разрушая стены. Купцы и рабы, богатые горожане и женщины из предместия все смешались, хватали пики, собирали камни и приготовляли шары из глины. Даже сенаторы принимали участие в этой гибельной работе, продолжавшейся всю ночь и дня. Евфоби, философ, остававшийся в бездействии, несмотря на оскорбления работавших, вспоминал о первых основателях города, циклопах, переносивших камни величиной с горы и положивших таким образом основание Акрополю. Вечером следующего дня работы прекратились, когда начали подступать войска осаждающих. Они шли на приступ плотной массой, с первого натиска овладеть этой брешью, бывшей за день перед тем свидетельницей их унижения. Они шли через тучу камней и стрел, пускаемых в них осажденными, и первые когорты, взбежавшие на груду обломков, схватились с наиболее храбрыми сагунтинцами, оспаривавшими у них брешь. После короткой битвы осаждающие овладели входом в город и возвестили об этом торжествующими криками. Ганнибал храбро предводительствовал своими солдатами, но в ту минуту, как они достигли высшей точки, он отступил на шаг с выражением крайней досады. Он увидел перед собой целый ряд разрушенных домов, а за ними новую стену, поднимавшуюся гораздо выше груды развалин, стену, выстроенную неожиданно, как будто огромная метла смела сюда, ко входу в город, все обломки неожиданно, неожиданно, видя, что все усилия помогли ему овладеть лишь пядью земли, покрытой развалинами, и что стена, разрушенная им, каким-то чудом воздвиглась снова в одну ночь, еще выше прежнего. сагунт разрушил стены дома, чтобы укрепиться и перерезать путь врагу. Он видел, что предстоит отбивать землю шаг за шагом, улицу за улицей, и что пройдут целые месяцы, прежде чем ему удастся добраться до форума наверху Акрополя, прежде чем он принудит город сдаться. На новой стене сагунтинцы проявили не меньше стойкости, чем накануне, и их прощи и стрелы отразили приступ. Карфагенинам пришлось отступить, ища убежище за обломками бреши. Стоя у городских стен и глядя на вершину Акрополя, Ганнибал раздумывал. Он предвидел возможность потерять мало-помалу все свое войско, нападая на сагунт с равнины слабого места города, где граждане стойко защищались. Позвав Марбахала и своего брата Магона, он объяснил им необходимость иметь в своем распоряжении какую-нибудь возвышенность и для этого овладеть хотя бы частью огромного холма, на котором стояла Крополь, чтобы оттуда начать враждебные действия против города и принудить его таким образом сдаться. Прошло несколько дней без возобновления враждебных действий со стороны реки. Осадные машины были переведены к подножию холма и посылали свои тяжеловесные снаряды к самым отдаленным стенам Акрополя. Стены эти были старые и их давно не чинили, потому что сагунтинцы уповали в неприступность высот. Число защитников города было недостаточным, чтобы растянуться на все протяжение укреплений между тем, как осаждающие располагали вооруженной массой, которая могла устремиться сразу на различные пункты. Однажды ночью Актеон встретился на форуме с сонникой, искавшей его в сопровождении Алько и пруденция. Старшины зовут тебя, грустно сказала гречанка, и Алько желает переговорить с тобой. Послушай, афинянин серьезно начал сагунтинец, дни идут, а помощи из Рима нет. Может случиться, что нашим послам не удалось добраться до территории союзной нации, и сенату Великой Республики неизвестно наше положение, или, может быть, в Риме воображают, что Ганнибал раскаившись в своей смелости снял осаду? Нам необходимо знать, что думают наши союзники о нас. Мы желали бы, чтобы Римский Сенат подробно был осведомлен о том, что делает сагунт и старшины. По моему указанию вспомнили о тебе. Обо мне? Чего же они хотят от меня, спросил Актеон с удивлением, глядя на грустную соннику. Они желают, чтобы ты еще сегодня отправился в Рим. Вот золото, возьми эти дощечки, по ним Сенат узнает в тебе сагунтского посланца. Мы посылаем тебя на праздник. Выйти из города трудно, но еще труднее найти на этом берегу, заполненном врагами, судно, которое перевезло бы тебя в Рим. Ты должен отправиться сегодня ночью, сейчас, если возможно, выбравшись из стен в стороне противоположной горе, там меньше врагов. Завтра может быть уже поздно, поезжай и возвращайся скорее с ожидаемым подкреплением. А кто он взял золото и дощечки у Алько, но согласился не сразу, понимая всю важность поручения. Никому лучше тебя не выполнить этого, ответил ему Сагунтинец. Вот почему я и подумал о тебе. Ты провел всю свою жизнь в скитаниях по белу свету, ты говоришь на нескольких языках, и нет у тебя недостатка ни в проницательности, ни в храбрости. Ты знаешь Рим. Нет, отец моего отца вел войну против него под началом Пирра. Но теперь ты явишься туда другом, союзником, и мы молим богов, чтобы в скором времени могли благословить день, когда ты прибыл в Сагунт. А кто он все еще не решался отправиться, ему было как бы совестно покинуть город в минуту такой отчаянной борьбы и оставить соннику среди осажденных. Я чужеземец, Алько, сказал он просто, ни одна капля крови не связывает меня с вашей судьбой. Ты не боишься, что я могу скрыться навсегда? Предоставь вас вашей судьбе. Нет, Афинянин, я знаю тебя и поэтому поручился за твою верность перед сенаторами. И сонника клялась, что ты вернешься, если не попадешь в руки врагов. Грек посмотрел на свою возлюбленную, будто спрашивая, ехать ли ему, и она наклонила голову, покоряясь необходимости принести эту жертву. После этого Актеон согласился. Прощай, Алько, скажи сенаторам, что Афинянина Актеона или распнут в лагере Ганнибала, или он предстанет перед римским сенатом и передаст ему важную просьбу. Он несколько раз поцеловал соннику в глаза, и красавица гречанка, сдерживая слезы, пожелала сопутствовать ему вместе с Алько до вершины Акрополя, чтобы пробыть с ним несколько минут. Они шли в темноте по эспланадам Сагунта вдоль стен Акрополя, погасив факелы, чтобы не привлекать внимания осаждающих. Их путь освещался лишь светом звезд, казалось, сверкавших ярче от свежести этой ночи начала зимы. Алько отыскивал одно место в стене, указанное ему старейшинами, лучше всех знавшими ограду Акрополя. Дойдя до этого места, Сагунтинец ощупью отыскал конец веревки, прикрепленной к зубцу, и бросил его в пространство. Отправка Актеона совершалась в полнейшей тайне. Старейшины, решившие отправить посла и подготовившие его бегство, не показывались. Сонника плача бросилась на шею Актеону. «Отправляйся скорее», Афининин сказал Сагунтинец с нетерпением. «Эти первые часы ночи лучшие». «По полям еще бродят солдаты. Прежде чем улечься, ты пройдешь незамеченным. Позднее среди ночной тишины тебя заметят часовые». Актеон высвободился из объятий сонники и, высунувшись за стену, схватился затемневшую веревку. «Уповай на наших богов», сказал ему Актеон, в виде последнего напутствия. «Хотя и кажется, что они нас покидают, однако они продолжают охранять Сагунт». Некоторое время тому назад один беглый раб из лагеря сообщил старейшинам, что вацеи и кальпенцы, раздраженные грабительством отрядов, послаемых Ганнибалом за запасами для войска, восстали против него и обезглавили его посланных. Ганнибал, по-видимому, намеревался оставить на время осаду, отправиться к ним, чтобы наказать непокорных. Таким образом, под стенами города останется меньше врагов, и если ты вернешься с римскими легионами, Сагунт станет для Карфагенин тем же, чем Эгасские острова стали для них в Сицилии. О, насколько лучше мирная жизнь! После этого меланхолического восклицания Алько расстался с греком и последний молча спустился по веревке. Скоро его нога нащупала один из уступов скалы, служивший основанием стены. Он выпустил веревку и начал ощупью спускаться или, вернее, падать, придерживаясь зажидкие маслины, тянувшиеся кверху на этой возвышенности, как будто стараясь освободиться от стеснявших их скал. У ног грека среди жалкой пустынной равнины светилось несколько костров. Тут стояли передовые посты лагеря, наблюдавшие за этой частью горы, а также ютились мародеры, следовавшие за войском и поместившиеся здесь подальше от глаз Ганнибала. А кто он спустился на землю и начал осторожно продвигаться вперед, часто останавливаясь, прислушиваясь и сдерживая дыхание? Ему несколько раз казалось, что кто-то следует за ним, осторожно подвигаясь по его пятам? Он наткнулся на дым костра, среди багрового дыма которого обрисовывались фигуры мужчин и женщин. Стараясь определить, куда направиться, чтобы миновать костер, он остановился, всматриваясь в окрестную темноту, как вдруг почувствовал, что кто-то схватил его за плечи, и среди глухого смеха раздались слова «Попался? Теперь уже не спрячешься». Актоон вырвался и, выхватив из-за пояса кинжал, принял оборонительную позу. Перед ним стояла женщина. Грек увидел при свете звезд, что она также удивлена и стоит в нерешительности. «Ты нигерион пращник?» проговорила она, протягивая руки к Афининину. Они смотрели друг на друга, чуть не касаясь лицами, и Актоон узнал в женщине несчастную волчицу, накормившую его в первую ночь его пребывания в Сагунте. Встреча, очевидно, изумила ее не менее, чем самого Актоона. «Это ты, Актоон? Сами боги, кажется, посылают меня на твою дорогу, хотя ты и презираешь меня. Ты бежал из города, правда? Ты расстался с богачкой Сонникой, не хочешь погибать со всеми этими купцами, которых перережет непобедимый Ганнибал. Хорошо делаешь, беги же скорей». Она с опасением взглянула на соседний костер, как бы боясь, чтобы к ней не подошли солдаты, теснившиеся вокруг огня, смеясь и напиваясь в обществе нескольких волчиц и спорта. Жалкая проститутка рассказала Актоону, понизив голос, зачем она пришла сюда. Она была любовницей Гериона, болеарского прачника. Он расстался минуту тому назад со своими товарищами, бежав от них, чтобы не отдать им своего последнего жалования. Ища своего любовника, она наткнулась на Актоона. Его могут увидеть, могут подойти солдаты, привлеченные голосами. Здесь место ненадежное. Что он предполагает делать? Хочу добраться до берега, может быть, посчастливиться, встретить какую-нибудь рыбачью барку, которая доставит меня в Эмпорион или Дэнию. У меня есть деньги, чтобы заплатить, а после постараюсь отыскать корабль, который отвезет меня далеко-далеко. Ты не вернешься, правда? Я желаю, чтобы ты не возвращался. Если бы ты знал, сколько раз, когда бились на стенах, я думала о тебе, я уже тебя не увижу. Но лучше и не видеть, чем узнать, что ты погиб в городе или сделался рабом моего любовника пращника. Ганнибал покончит со всеми. О, жестокий город, вот будет хорошо, когда орды Ганнибала устремятся на всех этих богачей, приказывавших гнать нас бичами, когда мы подходили к ним в порту. Бедная проститутка, взяв грека за руку, провела его через поле. Пойдем, говорила она шепотом, я доведу тебя до морского берега, дальше ты уж пойдешь без иного покровителя, кроме богов. Теперь, встретив тебя со мной, тебя сочтут за кельтеберийского солдата и подумают, что ты ищешь со своей любовницей приюта на ночь. Пойдем, я накормила тебя в первую ночь, когда ты прибыл к нам, и спасу тебя в последнюю. Они направились к морю. Когда они проходили мимо костров, солдаты и проститутки посылали им вслед грязные шутки, принимая их за возлюбленную пару, несколько вооруженных солдат пропустили их, не обратив на них никакого внимания. Несчастная волчица замедлила шаг. Послушай, а кто он? Если бы ты пожелал, я последовала бы за тобой как рабыня, но ты не хочешь этого, знаю, ничем я не могу быть для тебя. Ты уходишь навсегда, но я рада, потому что ты уходишь от сонники. Только на прощание поцелуй меня, мое божество, нет, не в глаза, в губы, так. И афинянин, тронутый добротой несчастной, поцеловал ее с нежным участием в поблекшие сухие губы, от которых несло отвратительным винным запахом болеарских пращников. Глава восьмая Рим Когда стена Капитолия залела при первых лучах солнца, жизнь в Риме уже началась более часа тому назад. Римляне вставали еще при свете звезд. По извилистым улицам в темноте ехали деревенские повозки. Тянулся ряд рабов с корзинами и рабочими инструментами, разбуженных пением пастухов. А когда день занимался, во всех домах отворялись двери и граждане незанятые в полях направлялись на форум Центр торговли и общественной жизни, начинавший уже украшаться первыми храмами, но представлявший еще много пустырей, на местах которых только через несколько веков спустя должны были появиться великолепные здания Рима царя мира. Уже прошло два дня, как Актеон жил в большом городе, остановившись в гостинице предместия, содержимой греком. В нем не угасало восхищение перед этой строгой республикой, жившей почти в бедности, суровым народом земледельцев и солдат, наполнявшим весь мир своей славой, а жившим беднее, чем любой крестьянин из окрестностей Афин. А кто он надеялся предстать перед сенатом в этот день? Большая часть отцов республики жила за городом, в сельских домах без очагов, с крышами из древестых стволов, надзирая за работами рабов и сама ходя за плугом, как Цинцинат и Камил. Когда же государственные дела призывали их в сенат, они приезжали в Рим в повозках, запряженных буйволами, между корзинами с овощами и мешками зерна. Но прежде чем вступить на форум, одевали тоги и преображались, принимая великосветский вид, приличный их высокому сану. Грек пришел на форум с расцветом, там уже кишела обычная толпа, почтенные римляне, закутанные в тоги, беседовали с молодежью и своими клиентами о способе собирать благоразумно деньги, давая их под хороший залог, главной премудрости каждого гражданина. Греческие педагоги, голодные пройдохи, вечно искавшие какого-нибудь места в городе, более способные к борьбе, чем к учению. Старые легионеры, в серых заплатных юбках, с грустью вспоминавшие о прежних войнах против Пирра и Карфагена, преследуемые за долги и под угрозой рабства со стороны кредиторов, несмотря на шрамы, покрывавшие их тело. Наконец, простой народ, всю одежду которого составляла лацерна, короткая накидка из грубого сукна, с кукуласом, остроконечным капюшоном, римская чернь, теснимая и эксплуатируемая патрициями, вечно мечтавшая как о лекарстве от всех зол, о новом разделе общественных земель, постепенно путем залога переходивших в руки богачей. На ступенях коммиссии собирались граждане одной из триб, обсуждая завещание одного из ее членов только что умершего. Возле трибуны ораторов несколько центурионов в катурных и бронзовых шлемах, опираясь на посохи из сплетенных виноградных лос, рассуждали о военных делах, обсуждали осаду Сагунта и смелость Ганнибала и, высказывая желание, немедленно выступить против Карфагенинина. На больших голубых плитах, которыми был вымощен форум, продавцы горячих напитков выставляли свои большие кратеры, стуча в котлы, чтобы обратить внимание людей. У подножия лестницы храма Согласия несколько шутов в страшных масках начинали свое смешное представление, привлекая детей и праздно шатающихся со всех концов площади. Было холодно, дул резкий сырой ветер с понтийских болот, небо было серым, а толпа, толкавшаяся на форуме, неумолкаемо гудела. А кто он сравнивал эту площадь с веселой Агорской площадью в Афинах и даже с форумом Сагунта в мирное время? Время не было греческой веселости, приятного и бодрящего оживления народа художника, презирающего богатства и занимающегося торговлей только ради улучшения своей жизни. Здесь был народ холодный и печальный, стремящийся к наживе и экономии, презрительно относящийся к идеалу, не знающий другого занятия, кроме земледелия и войны, истощавший почву и грабивший врагов народ, рутинер без увлечений и юности. Этому народу, думал Афинянин, никогда не было двадцати лет, дети уже родятся стариками. И Актеон припоминал все, что успел заметить за эти дни со своей греческой наблюдательностью, жестокую дисциплину семьи, религии и государства, которой были подчинены все граждане, полное невежество в искусстве и поэзии, суровое и безотрадное воспитание, основанное исключительно на долге, принуждавшее каждого римлянина к постоянному тяжелому повиновению для того, чтобы со временем получить право подачи голоса. Отец, бывший в Греции другом, в Риме являлся тираном. В латинском городе было одно только полноправное существо — отец семейства, жена, сыновья, клиенты, все стояли наравне с рабами. Боги слушали только его одного, он был в своем деле жрецом и судьей, мог убить жену, продавать сыновей, и его власть над семьей не прекращалась с годами. Консул-победитель, всемогущий сенатор, дрожали в присутствии своих отцов, и в этой более мрачной и деспотической организации, чем даже спартанская, а кто он угадывал скрытую тайную силу, которая со временем вырвется из тисков и охватит весь мир пожаром. Грек ненавидел этот суровый народ, но удивлялся ему. Его некультурность, воинственный суровый дух ясно обнаруживались на форуме. На вершине священного холма Капитолий представлял из себя настоящую крепость с обнаженными мрачными стенами, без всяких украшений, заставлявших блестеть вечной улыбкой цитадель Афин. Храм Юпитера Капитолийского едва превышал стены своим низким куполом и рядом некрасивых массивных как будто быки моста колонн. Внизу на форуме все было так же некрасиво и мрачно. Здания были низкие крепки, они казались скорее постройками возведенными в целях войны, чем храмами богов и общественными зданиями. С форума начинались большие римские дороги, единственная роскошь, которую решался доставить себе Рим, но и то только потому, что они представляли удобство для передвижения легионов и сбыта земледельческих продуктов. От форума прямой линии начиналась Апиева дорога, вся вымощенная голубыми плитами с двумя рядами столбов, начинавшимися у города и тянувшимися по полям в направлении Капуи. В противоположную сторону направлялась дорога Фламиния вдоль берега до самых Цисальпинских земель. Среди необозримых полей выделялись извилистыми красными полосами первые водопроводы, построенные под наблюдением Апиа Клавдия и снабжавшие город свежей водой с гор, ослабляя таким образом вредное влияние понтийских болот. Но кроме этих примитивных построек сам обширный гигантский город, способный выставить до 150 тысяч сражающихся представлял жалкий некультурный вид, напоминая собой те местечки, которые Актеон встречал во время своего путешествия до Кельтеберии. Не было двухэтажных домов. Большинство представляло из себя хижины со стенами из нетесанного камня или глиняных кирпичей с коническими крышами из досок или древесных стволов. После того, как галлы сожгли Рим, город был перестроен за один год. Дома ютились местами до такой степени тесно, что даже одному человеку было трудно пробираться между ними. В других же местах они стояли в разброс, как загородные дачи, окруженные небольшими полями в пределах города. Улиц не существовало, были только извилистые продолжения дорог, ведших в Рим, артерии движения, образовавшиеся случайно, переплетавшиеся, следуя капризным изгибам построек, и часто оканчивавшиеся большими пустырями, куда сваливались отбросы и где ночью собирались вороны, клевавшие собачью и ослиную падаль. Бедность и грубость этого города земледельцев, ростовщиков и солдат отражались и на внешности его жителей. Высокомерные матроны пряли шерсть и коноплю у дверей своих домов, одетые только в тунику из грубой ткани, сдерживаемую на груди бронзовыми застежками и с такими же серьгами в ушах. Первые серебряные монеты появились после войны с сомнитами. Грубый тяжелый медный ас был ходячей монетой, а богатые греческие украшения, привезенные легионерами с сицилийской войны, считались чуть ли не священными в домах богатых патрициев и на них смотрели как на амулеты, способные нарушить добродетель суровых римских обычаев. Сенаторы, владевшие большими территориями и сотнями рабов, проходили по форуму с гражданской важностью в своих заплатанных тогах. Во всем Риме существовала одна только серебряная столовая посуда, собственность республики, переходившая из одного дома патриция в дом другого, когда пребывал греческий или сицилийский посол, или какой-нибудь богатый карфагенский купец, привыкший к азиатской утонченности и приходилось устраивать пиры в их честь. Актеон, привыкший к философии спора афинской агоры, к разговорам о поэзии и тайнах души, непременно завязывавшихся, как только сходились два ничем не занятых грека, бродя по форуму, прислушивался к разговорам на грубом, негибком латинском языке, неприятно поражавшим слух афиннина. В иной группе разговор шел о состоянии стат и ценах на шерсть, в другой договаривались о продаже быка в присутствии пяти совершеннолетних сограждан, служивших свидетелями. Покупатель, положив на одну чашу весов бронзу, цену покупки, и тронув рукой быка, сказал торжественно, как бы произнося проповедь, он мой по гражданским законам, я заплатил за него этим хорошо взвешенным металлом. Дальше легионер с исхудалым лицом заключал залог у старейшины города, предлагая ему в залог шлем и сапоги и произнося законную для таких случаев формулу. «Да, респондес, обещаешь седать?» спрашивал солдат. «Спондео, обещаю», подтверждал кредитор. И договор был заключен этими торжественными словами, перемена одного слога, в которых могла уничтожить все дело, так как римляне питали суеверное почтение к букве и форме своих законов. В третьей группе обсуждались качества, которые должен иметь раб, чтобы быть полезным своему господину и чтобы он дорожил им. И на всем форуме у этого серьезного сурового народа, не знавшего идеала, только и было разговора о богатстве и способах его приобретения. Грек поравнялся с юношей, несмотря на свои двадцать лет, имевшим вид серьезного старика. Его постриженные до корня волосы были рыжие, а в холодном взгляде виделся ум и хитрость. Он шел медленно рядом с мальчиком, слушавшим его с вниманием как учителя. «Хотя твой отец и консул», говорил рыжий, «но ты не должен забывать, сцепион, что для того, чтобы быть хорошим гражданином и служить республике, недостаточно умения владеть копьем и конем, не умея обрабатывать землю и не зная секретов земледелия. Придет день, когда наши войска призовут к делу, и тогда недостаточно будет завоевывать земли для Рима, но надо будет их обрабатывать, чтобы они давали доход. Ты этого не понимаешь? Нет, Катон, отвечал мальчик. Ты ежедневно должен выучивать статью на каждый месяц из календаря, составленного нашими предками. Когда все запечатлеется в твоей памяти, тебе будет легче быстро и хорошо распоряжаться своими рабами в их полевых работах. Вчера я объяснил тебе май месяц. Повтори, сцепион. Май месяц начал мальчик, нахмурив брови, как бы для того, чтобы лучше собраться с мыслями. Тридцать один день. Ноны падают на седьмой день. День продолжается четырнадцать с половиной часов, ночь девять с половиной. Солнце вступает в диск тельца, покровитель месяца Аполлон, полют хлеб, стригут овец, моют шерсть, ставят под ермо молодых бычков, собирают бобы на полях, чистят оросительные каналы, приносят жертвы Меркурию и Флоре. Ты запомнил хорошо, сцепион. Наши предки не имели и не желали иметь другой науки. С них было достаточно знать, что они должны делать в каждый месяц года с помощью этого знания, вместе со смелостью в защите своих полей и захвате соседних земель, они основали наш город, который все растет, скоро сделается первым во всем мире. Мы не болтуны, как греки, в восторге, преклоняющие колено перед кусками мрамора и спорящие, как шуты, о том, что будет после смерти. Мы не так честолюбивы, как карфагеняне, основывающие свою жизнь на торговле, извлекающие из моря все его богатства. Наша жизнь вся в земле, мы выносливее других народов, хотя и слабее их. Мы идем медленнее, но зато пойдем дальше. На земле, на которую мы вступаем в первый раз, мы не ставим палаток, как другие, мы пускаем по ней плуг, и вот почему Рим уже никогда не расстается с занятой землей. Не забывай этого, Сципион. Афининин не отставал от этой пары. Из слов этого двадцатилетнего старика он научился большему, чем из своих наблюдений. Казалось, сам Рим говорил в этом уроке преподаваемому сыну одного из его консулов. «Ты также должен знать правила семейной жизни каждого доброго гражданина», продолжал Катон. «Когда наши отцы хотели похвалить человека, они называли его хорошим работником, и это была лучшая награда. Жили они на этой земле в сельских общинах, считавшихся самыми почтенными, а в Рим приходили только в базарные дни, да в дни народного собрания, и хорошими гражданами оставались те, кто вел жизнь Цинцената и Камилла, являясь только на собрание Сената, потому что война с ее походами на новые страны испортила многих, и эти люди пожелали жить в городе, заменив старинные римские хижины с деревянными крышами и их простыми пенатами, большими домами с колоннами, как у храмов, украшенными богами и богинями, вывезенными из Греции. Энергичный жест Катона показал все его презрение к подобным иноземным утонченностям, начинавшим прорываться в суровые нравы страны. Хороший гражданин не должен терять в деревне ни одного дня. Если погода заставляет его оставаться дома, он должен заниматься чисткой хлевов и загонов, починкой старых изгородей и присмотреть за женщинами, чтобы они чинили платье. Даже в праздничные дни надо вставать рано. Починить изгороди, выкупать стадо и затем уже отправиться в город продавать масло и плоды. не следует терять время в советах с предсказателями и авгурами, не служить богам, заставляющим уходить из дому. Довольно с нас богов нашего домашнего очага и ближайших окрестностей. Лары, маны и сельвалы в достаточной степени охраняют доброго гражданина. Наши отцы не искали других богов и тем не менее были великим. Маленький сцепион слушал внимательно, но глаза его были обращены на двух молодцов с капюшонами, спустившимися на плечи, дравшихся на кулаках возле продавца горячего вина. Щеки мальчика разгорелись от возбуждения при виде тумаков, которыми угощали друг друга атлеты, напрягая все свои крепкие мускулы. «Если гражданин живет в Риме», продолжал Катон, не обращая внимания на эту борьбу, не нарушавшую общей серьезности форума, он должен с утра открывать двери своего дома, чтобы объяснить законы своим клиентам и благоразумно собирать с них деньги, а юношей обучать искусству увеличивать сбережения и избегать разорительных увлечений. Отец семьи должен извлекать деньги из всего и не терять ничего. Давая новую одежду рабам, он должен продавать старую для другого употребления, он должен продавать масло и сколько ему нужно вина и хлеба в конце года, продавать также старых валов, телят, ягнят, шерсть, кожи, лишние повозки, заржавевшие орудия, болезненных и старых рабов. Отец семьи должен быть продавцом, а не покупателем. Заметь это себе хорошенько Сцепион. Но Сцепион волновался и слушал невнимательно. Борцы перестали драться, но юноша все еще смотрел на них от реки, который направлялся с учителем. Катон, теперь час борьбы, я думаю, что пойду прежде на берег тибра упражняться в беге и борьбе, а потом час буду учиться плаванью. Иди куда хочешь и помни мои советы. После урока полезны борьба и свежее купание, укрепляющее тело. Гражданин, намеревающийся служить своему отечеству, должен быть не только благоразумен, но и силен. Мальчик ушел, а Катон, повернувшись, встретился лицом к лицу с Актеоном, шедшим за ним. Наружность Актеона заинтересовала римлянина, и он остановился. «Как тебе нравится наш город, грек?» спросил он. «Город большой, только скучный. Я в Риме всего три дня. Ты, может быть, тот самый посол из Сагунта, который должен сегодня представиться сенату?» Актеон ответил утвердительно, и римлянин оперся на его руку с серьезной кротостью, будто они были старинными друзьями. «Ты не многого достигнешь», сказал он. «Наш сенат теперь болен чрезмерной осторожностью. Я не люблю увлечений. Не думаю, чтобы Ганнибал был великим полководцем только потому, что он бросается на такие смелые предприятия, как Асада Сагунта. Но, тем не менее, я не могу молчать, видя опасливое отношение Рима к его союзникам. Я желаю употребить все средства для сохранения мира. Я боюсь войны, а между тем война с Карфагеном неминуема. Карфаген и наш город не могут уместиться в одном мешке. Мир тесен для них двоих. Я постоянно повторяю, мы должны разрушить Карфаген, а надо мной смеются. Несколько лет тому назад, во время восстания наемников, мы бы легко могли сокрушить его. Если бы мы послали в Африку несколько легионов, то с помощью восставших нумидийцев и возмутившихся наемников нам ничего бы не стоило разрушить Карфаген. Но нам стало страшно. Рим после победы занялся залечиванием своих ран. Мы боялись поддержать торжествующих солдат, собранных со всех земель, и спасли Карфаген, помогли ему справиться с восставшими. Теперь другое дело, сказал Актон с убеждением Сагунт, ваш союзник, и если Ганнибал враждует с ним, то из-за приверженности города Риму. Да, поэтому мы римляне и принимаем участие в его судьбе, но все же от Сената я не ожидаю многого. Его гораздо больше заботят пираты Адриатики, грабящие наши берега, и восстание Деметрия Форосского в империи, куда мы собираемся послать войско под начальством консула Люция Эмилия. А Сагунт? Если вы оставите его, как он справится с дерзостью Ганнибала, собравшего под своим начальством самые воинственные племена Иберии? Что скажут эти несчастные о верности Рима своим обещаниям? Постарайся убедить Сенат всеми этими доводами. Я вижу в Карфагене единственного врага Рима, но если бы все были, как я, мы поняли бы дерзость сына Гамилькара, объявили бы войну Карфагену и прогнали его в его владение. Пусть будет, что будет, мы непобедимы. Италия плотная масса и пограничные земли, как часовые, стоящие на страже нашего лагеря. На востоке империя в части обращенной к Африке Сицилия, а на западе Сардиния образуют пояс в 900 миль, захватывающий большую часть африканских берегов и всю Иберию. Однако он настолько длинен и состоит из стольких различных племен, что разорваться ему нетрудно. Конечно, если бы Рим проиграл даже сто сражений, он все равно остался бы Римом. И одной победы Карфагена недостаточно, чтобы уничтожить его как народ, но все же, если бы все думали как ты, Катон, если бы Сенат думал как я, он оставил бы Деметрия Форосского и отправил бы свои легионы в Сагунт. Таким образом, избежали бы на этот раз одной опасности. Кто знает, куда зайдет этот африканский юнец и на что осмелится, если беспрепятственно овладеет городом-союзником Рима. Но мнение мое свободного гражданина, педагога имеет мало значения. Мальчик этот сын консула Публия Корнелия Сципиона и в нем с новой силой возрождаются все добродетели его семьи. Кто знает, может быть, ему суждено остановить движение Ганнибала, положить конец дерзкому могуществу Карфагена, с которым мы вечно враждуем. Они немного побродили по форму, разговаривая о римских обычаях и горячо споря при сравнении их с афинскими. Строгий римлянин простился с греком, сказав, что ему надо повидаться с несколькими патрициями по своим личным делам, к которым он относился с чрезвычайной добросовестностью. Оставшись один, Актон почувствовал, что он голоден. До часа, когда собирался сенат, было еще долго, и, утомленный шумным движением на форуме, Актон пошел вдоль подножья Капитолия по улице менее широкой, чем другие, с каменными зданиями, через открытые двери, которых можно было видеть относительное благосостояние патрицианских семей, живших в этих домах. Грек вошел в булочную и постучал палкой о каменную конторку, за которой никого не было. Из подобия подвала раздался жалобный голос, и Актон увидел в темной яме жорнов для размалывания пшеницы и запряженного в него человека, раба, приводившего его в движение с чрезвычайным усилием. Раб вышел почти голый, отирая подкатившееся с лица, и, взяв деньги у грека, подал ему хлеб. Затем он продолжал стоять, с любопытством рассматривая Актеона. «Ты булочник?» спросил последний. «Нет, я только раб», ответил он грустно. Хозяин ушел на форум, чтобы переговорить с хлеботорговцами. Не правда ли ты грек? И прежде чем Актеон соблаговолил подтвердить это, раб продолжал с грустной гордостью. «Не всегда я был рабом, я им стал совсем недавно, а когда я был свободным, моим горячим желанием было поспешить в твою страну. О, Афинный город, где поэты боги!» И он прочел по-гречески несколько стихов из Прометея Эсхила, изумляя Актеона чистотой своего произношения и выражением, которое умел предать своим словам. «В Риме ваши хозяева дают вам возможность посвящать себя поэзии?» спросил Афиннинин, смеясь. «Я был поэтом, прежде чем стал рабом. Меня зовут Плафтам». И, озираясь, будто боясь, что его застанет кто-нибудь из семьи хозяина, он продолжал говорить, счастливый, что освободился на несколько минут от мучительной работы верчения жорного. «Я писал комедии, хотел основать в Риме театр, у вас стоящий почти наравне с религией, но римляне народ неотзывчивый к поэзии. Они любят фразы, трагедия, заставляющая вас плакать, оставляет их холодными, комедия Аристофана усыпляет, им нравятся только этрусские игры, смешные действующие лица фарсов и маски с острыми зубами и безобразными головами, идущие, изрыгая неприличности в торжественных триумфальных процессиях. Они способны побить камнями героя ваших трагедий и, наоборот, кричать, как ослы от удовольствия, видя при въезде консула победителя солдат, наряженных в козлиные шкуры с султанами из щетинистой гривы и смеются, видя, как они мстят за свое унижение, оскорбляя победителя на его триумфальной колеснице. Я писал комедии для этой публики и пишу их также теперь, когда мой хозяин освобождает меня от верчения Жорного. Патриции и свободные граждане не любят стихов на сцене. Здесь презирают Аристофана, осмеявшего с подмостка в первых людей Афин. Мои герои, рабы, чужеземцы, наемники, заставляют смеяться публику. В этой войне я сочинил комедию, где осмеиваю хвостовство воинов. Я бы прочел ее тебе, если бы не боялся, что вот-вот вернется хозяин. Как же ты попал в такое жалкое положение после того, как забавлял свой народ? Я имел безумие основать в Риме первый театр наподобие греческих. Это была круглая сцена в городском предместе. Я истратил занятые деньги, влез в долги. Народ приходил смеяться, но платил мало. Я разорился, а мудрые римские законы присудили меня, когда я не мог заплатить стать рабом моего кредитора. Этот булочник, прежде смеявшийся моим комедием и давший мне взаймы несколько мешков меди, теперь мстит мне за прежнее восхищение, заставляя вертеть жорнов, как какого-нибудь осла. Каждый взрыв смеха в прошлом возмещается палкой на моей спине. Такова судьба поэтов. Даже вы платили за стихи Эсхила, человека свободного, бросая в него камни. Плафт замолк и затем с грустной улыбкой прибавил «Я уповаю на будущее, не всегда мне оставаться рабом, я встречу когда-нибудь человека, который освободит меня. Римляне, ведущие войну в далеких странах, возвращаются с более мягкими привычками и любят искусство. Я буду свободен, выстрою новые театры, тогда, тогда». Лицо его озарилось надеждой, будто он уже видел осуществление мечты, скрашивавшей темноту подвала, где он вертел огромный каменный круг. Внутри дома послышался шум, и прежде чем сыновья хозяина могли увидеть его Плафт, поспешно вернулся к Жорнову, между тем, как грек вышел из булочной омраченной встречи. Что это за народ, который превращает должников в рабов, а поэтов во вьючную скотину? Грек съел свой хлеб, гуляя по форуму. Он ожидал часа собрания сената, и, чтобы заполнить время, взошел на вершину Палатинского холма, священного места колыбели Рима. Там он увидел волчье логовище, где волчица вскормила Ромула и Рема. При входе в священную пещеру раскинула свои ветви теперь обнаженная смоковница Ромула и Рема, знаменитое дерево, в тени которого играли исторические близнецы основатели города. Рядом с деревом на гранитном пьедестале возвышалось изображение волчицы из темной блестящей бронзы, произведение этрусского художника с полуоткрытой пастью и двумя рядами больших сосков на брюхе, к которым присосались теребя их два голых мальчика. Актеон смотрел с вершины холма на огромный город, представлявшийся собранием крыш между семью холмами. Дома взбирались на возвышенности и были разбросаны по долинам, между ними почти рядом с полотинским холмом возвышался Капитолий, крепость Рима, на отвесной бесплодной Торпейской скале. Грек перешел туда, чтобы осмотреть поближе храм Юпитера Капитолийского, более знаменитого своей славой, чем красотой. Пройдя мимо лишенного всяких украшений храма Марса, стоявшего на вершине Палатинского холма, Актеон по крутой извилистой тропе перешел к Капитолию. Он встретил на своем пути жрецов Юпитера, выступавших важной поступью, будто принося постоянную жертву своему Богу. Видел мерно выступающих весталок, закутанных в белые покрывала. Из храма Марса вышли несколько легионеров, закованных в лат из медных полос, похожих одна на другую, обнаженные бедра прикрывались только шерстяными полосами, висевшими с пояса. Они шли держать за рукоятки своих коротких мечей и оживленно разговаривая о предстоящем походе в империю, но ни одним словом не вспомнили о положении иберийских союзников. Актон вступил в священную ограду Капитолия, окруженную мрачными стенами. Тут была старинная торпейская скала с двумя вершинами, соединенными большой площадкой. На более высокой северной помещалась цитадель Рима на южной храм Юпитера Капитолийского, окруженный крепкими колоннами. Актон вошел в цитадель, прославившуюся своей защитой во время нашествия галлов. По краю лужи среди храмов, примыкавших к твердыне, он увидел священных птиц, гусей, предупредивших своим криком среди ночной тишины, о готовящемся нападении галлов, затем по нижней площадке, деливший холм как бы на две части, октя он подошел к великому римскому святилищу. Лестница в семь ступеней вела к храму, построенному во времена последнего торквиния в честь трех римских божеств Юпитера, Юноны и Минервы. Здание состояло из трех отделений, параллельных трем открытым дверям на одном фронтоне. Среднее отделение было посвящено Юпитеру, оба крайних двум другим божествам. Фронтон, по углам которого возвышалось несколько каменных лошадей грубой работы, поддерживал тройной ряд колонн. По боковым сторонам тянулись два ряда колонн, образуя портик, под тенью которого прохаживались очень старые римляне, обсуждая городские дела. Храм был построен архитекторами, вызванными из-за Трурии, и под колоннами виднелись статуи, привезенные из Сицилии и из других войн, которые вел Рим. Этот суровый народ был не способен производить художников, у него были солдаты, снабжавшие его художественными произведениями путем захвата и грабежа. Афининин вошел в среднее отделение, посвященное Юпитеру, и увидел изображение Бога из обожженной глины с позолоченным копьем в деснице. Перед изображением неугасимо курился жертвенный алтарь. На верхушке храма гном Ксенакулуму, солнечные часы показывали со своей высоты время всему Риму. Пора было отправляться в Сенакулум, старинное здание у подножия Торпейской горы, между Капитолием и Форумом, много лет спустя превращенное в храм Согласия. На ступенях ведущих к Сенакулуму, Актуон встретил двух послов, отправленных сагунтам еще до начала осады двух старых земледельцев, первый раз в жизни растерявшихся и сознававших свое бессилие за несколько месяцев пребывания в Риме, прошедших в бесконечных посещениях сенаторов, свиданиях с ними и убеждениях, не приводивших ни к чему. Оба сагунтинца, растерявшиеся и сознававшие свое бессилие перед городом, все не дававшим окончательного ответа на их просьбы, последовали как автоматы за развязным греком, везде чувствовавшим себя как дома и говорившим на разных языках, будто весь свет был его родиной. Собрались сенаторы. Одни пришли после своих городских дел и явились в белых тогах с красной каймой, сопровождаемые клиентами, пролагавшими дорогу, как бы желая привлечь внимание на своих величественных покровителей. Другие, прибывшие из деревни, оставляли свои повозки у ступеней Сенакулума и, передав возжи рабам, восходили по лестнице с перевешенной через руку тогой, одетой в короткую юбку из грубой шерсти, какую обыкновенно носили земледельцы, и распространяющие вокруг себя запах своих конюшен и хлевов. Это были все люди зрелых лет, по крепкой мускулатуре их можно было сразу видеть, какую им приходилось вести жизнь в постоянной борьбе с землей и с врагами. Были и старики с длинными бородами и высохшими лицами, дрожавшие от старости, но со взглядом, выражавшим сознание прежних сил. Толпа, двигавшаяся по форуму у ступеней Сенакулума, смотрела на них с восторгом и почтением. Они были отцами республики, головой Рима. Посланцы Сагунта поднялись по лестнице храма. Под колоннами, поддерживающими фронтон, были навалены груды вещей, награбленных в последние войны и принесенные на форум во время триумфального шествия победителей среди толпы, приветствовавшей их, размахивая лавровыми ветвями. Актеон видел щиты, пробитые стрелами, мечи со следами крови, большие колесницы с отломанными дышлами и позолотой загрязненной глиной поля битвы. Это были трофеи Сомницкой войны. Дальше по стенам тянулся целый ряд деревянных фигур, окрашенных в красный и синий цвета, снятых с носов карфагенских кораблей после Великой Победы при Агасских островах. Тут же лежали железные скобы с ворот многих городов, завоеванных римлянами, золотые значки с изображением фантастических животных, развивавшиеся над войсками пирра огромные клыки слонов, с которыми эти африканцы шли против римских легионов, шлемы лигурийцев с рогами или орлиными крыльями, стрелы альпийских племен, а возле дверей, как почетный трофей, доспехи славного Камилла, пронесенные по городу с триумфом после того, как великий римлянин прогнал галлов из Капитолия. На одной из стен висело странное украшение, огромный черный кусок, напоминавший пергамент. Это была кожа большой змеи в продолжение целого дня, задерживавшей все войско Атилия Регула на его пути к завоеванию в Африке Карфагена. Это чудовище, неуязвимое для стрел, пожирало массу солдат, но само было побито камнями, и Регул отправил шкуру гадины в Рим как свидетельство о происшедшем. Посланцам Сагунта пришлось прождать довольно долго, прежде чем Центурион позвал их в Сенат Кулум. Грек, окинув взглядом полукруг, на котором разместились сенаторы, почувствовал смущение перед величием этого собрания. Он вспомнил вступление галлов в Рим, изумление варваров перед этими старцами, неподвижно сидевшими на мраморных скамьях, закутанных как призраки в ярко-белые одежды, оставлявшими открытыми только серебристые бороды и державших скипетры из слоновой кости с божественным величием, светившимся в их неподвижных глазах. Одни только варвары, опьяненные кровью, могли осмелиться поднять руку на внушительных старцев. Их было больше двухсот. Кое-где между ними виднелись пустые пространства, места сенаторов, которые не могли явиться на собрание, и на белых скамьях, расположенных амфитеатром, белые точки казались снегом на замерзшей земле. Между скамьями полукругом возвышался ряд колонн, поддерживавших купол, через который проникал полумрак, как будто способствовавший сосредоточенному размышлению. Полукруг был огорожен невысокой каменной булюстрадой, и по ту сторону ее собирались именитые граждане, еще не назначенные сенаторами. В центре барьер прерывался квадратным пьедесталом с бронзовой волчицей с близнецами сосущими ее. На подножье пьедестала виднелись начальные буквы названия высшей правительственной власти Рима СПКР Сенат Всего Римского Народа. На треножнике перед пьедесталом помещалась курильница, над которой вился ароматный голубой дымок. Трое послов сели на мраморные скамьи возле изображения волчицы между тройными рядами белых и неподвижных людей. Некоторые из них опирались подбородком на руку, как бы для того, чтобы внимательнее слушать. Послы могли говорить, Сенат готов был выслушать их. И Актеон, побуждаемый умаляющими взглядами своих двух товарищей, поднялся. В его душе впечатления сменялись быстро, волнение, вызванное в первую минуту видом величественного собрания, уже улеглось. Он стал говорить медленно, заботясь, как бы не запутаться в извилинах красноречия при объяснении на этом непривычном языке, и стараясь предать своим словам убедительность достаточную, чтобы повлиять на представителей Рима. Он описал отчаянное сопротивление Сагунта и его упование на помощь республики, слепую веру в могущество последней, побуждавшую жителей покинуть городские укрепления и победить неприятеля при одном только слухе, что на горизонте показался римский флот. При его отправлении послом в городе уже начинал чувствоваться недостаток в припасах и боевых снарядах, а с тех пор прошло уже много времени, около двух месяцев. Ему пришлось совершить путешествие полной опасностей и приключений, частью по морю, пользуясь попутно идущими торговыми судами, частью пешком вдоль берегов, а тем временем положение города, вероятно, сделалось отчаянным. Сагунт погибнет, если не поспешить ему на помощь, и какая ответственность падет на Рим, если он бросит покровительствуемый им город после того, как тот навлек на себя гнев Ганнибала именно своей приверженностью к Риму? Какое доверие стали бы питать к дружбе последнего другие народы, узнав о печальном конце Сагунта? Грек замолк, и тяжелое молчание Сената указывало на глубокое впечатление, произведенное его словами. Наконец, старый Лентул, сенатор, встал, чтобы говорить. Среди всеобщего молчания он резким старческим голосом заговорил о возникновении Сагунта, если и греческого города, основанного купцами, устроившими там свои склады, но в то же время и города итальянского, так как выходцы из Орден основали там колонию. Кроме того, Сагунт друг Рима. Из верности к республике он даже отсек головы некоторых своих граждан, ставших на сторону Карфагена. Как велика смелость этого юнца Гамилькарова сына, который, забыв договоры Рима с Газдрубалом, осмелился обнажить меч против города дружественного римлянам. Если Рим равнодушно взглянет на это посягательство, дерзость Ганнибала еще возрастет. Юность не знает удержу, когда видит, что ее безрассудство увенчивается успехом. Великий город не может терпеть подобного попирания его прав. Там у входа в Сенакулум лежат славные трофеи войн, доказывающие, что великий народ, восставший против Рима, падает побежденным к его ногам. Мы должны быть неумолимы к своим врагам и верны союзникам. Мы должны теперь начать войну, чтобы сокрушить дерзновенного, вызывающего ее. Мрачный воинственный суровый дух всего города говорил устами этого старика, простиравшего костлявую руку над головами своих товарищей, грозя врагу. Могучий участник древних самницких пирровых войн проснулся в старце, его мускулы напряглись и глаза засверкали. Спутники Актеона не знали латинского языка, но поняли смысл выступления Лентула. Глаза их наполнились слезами, руки их рвали темные плащи, в которые они были закутаны в знак печального повода своего посольства, и, бросившись на землю со свойственными древним странностями при выражении горя, они судорожно подергивались, крича «Спасите нас! Спасите!» Отчаяние двух стариков и полное достоинство манера грека, стоявшего в мрачном молчании, служа как бальстворением Сагунта, ожидающую выполнения обещания, произвели впечатление на Сенат и на народ, толпившийся за Балюстрадой, все волновались, обменивались негодующими словами, под куполом Сенакулума стоял гул тысячи голосов, требовали немедленного объявления войны Карфагену, призыва легионов, сбора кораблей, посадки на них войск в порту Остии и быстрые отправки против Ганнибала. Один из сенаторов потребовал молчания, чтобы иметь возможность говорить, это был Фабий, один из самых знаменитых римских патрициев, потомок трехсот героев, умерших в один день, сражаясь за Рим на берегах Сицилии. Его устами говорило благоразумие, его советам следовали как самым полезным, поэтому лишь только старец поднялся, сенат мгновенно утих. В спокойных словах, выразив сожаление о положении осажденного союзного города, Фабий сказал, что еще неизвестно, вызвал ли Сагунт враждебность Ганнибала против себя или его образ действия тут ни при чем. Война в Иберии создаст много затруднений для Рима, особенно теперь, когда предстоит неминуемая борьба с бунтовщиком Деметрием Форосским. Лучше отправить послов в лагерь Ганнибала и, если африканец откажется снять осаду, отправить посольство в Карфаген с запросом к его правителям, одобряют ли они поведение своего вождя и с требованием в наказание за его дерзость выдать его Риму. Такой выход, по-видимому, казался подходящим Сенату. Люди, перед тем казавшиеся воинственными и непримиримыми, склонили головы, как бы выражая одобрение словам Фабия. Напоминание о восстании в империи внушило благоразумие наиболее увлекавшимся. Все стали думать о враге, появившемся почти рядом, на противоположном берегу Адриатики и способном высадиться на латинскую территорию благодаря своему флоту, привычному к морским разбоям. Эгоизм заставлял видеть в этом предприятии первую задачу, важнейшую, чем все клятвы, а желание обмануть самих себя в собственной слабости побуждало придавать особенную важность отправлению в лагерь Ганнибала посольства, непременным следствием которого должно было быть немедленное снятие осады и повинное принесенное Сенату. А кто он принял такое изменение в настроении Сената с видимой досадой? «Я хорошо знаю Ганнибала», закричал он, «он не послушается вас, он станет смеяться над вами, если вы не пошлете войско, путешествия ваших послов бесполезно». Сенаторы, желая скрыть свое бессилие и побуждение эгоизма, горячо оспаривали заявление Актеона, кто осмелится смеяться над Римской Республикой, разве можно допустить мысль, чтобы Ганнибал отнесся с презрением к посланникам Сената? Пусть же замолчит этот иноземец, вовсе не сын города, от имени которого говорит». Актеон опустил голову. Возле него старики и его спутники шепотом обращались к нему за объяснением, не понимая решения Сената. «Наш город погиб, Рим боится объявить войну Ганнибалу и отсрочивает вмешательство, когда они решатся помочь нам, Сагунт уже перестанет существовать». Трое сагунтских послов получили приказание удалиться, сенаторы должны были выбрать двух патрициев, которым поручали отправиться в качестве римских послов. Уходя из Сенакулума, старший сенатор подошел к Актеону. «Скажи товарищам, чтобы они готовились к дороге. Завтра на рассвете вы с посланцами сената сядете на корабль в гавани Остия». Глава девятая. Голод. Более двух недель плыла Трирема с представителями Рима. Она поднялась вдоль берегов Теренского моря, пересекла Лигурийское с его скалистыми островами и, пройдя мимо Мерселии, цветущей греческой колонии, тоже римской союзницы, смело направилась через открытое море к берегам Иберии, держа курс на Импорион. Римскими послами были Патриций Валерий Флаг, один из стоявших за благоразумие и сохранение мира, и Беби Тамфил, пользовавшийся любовью римского народа за свое участие к бедным. Актуону хотелось поскорее добраться до Сагунта. Он стремился переговорить со своими друзьями, предупредить бесполезную жертву со стороны города и описав состояние умов в Риме убедить отказаться от дальнейшего сопротивления. Уже семь месяцев Сагунт отчаянно сопротивлялся. Осень только что началась, когда войско Ганнибала подступало к городу, а теперь уже кончалась зима. С грустью вспоминал Актуон о тех надеждах, которые питал во время своего опасного путешествия в Рим. Он думал, что его присутствие в большом городе и рассказ о страданиях верного союзного города вызовут негодование римлят, поднимут все легионы, а между тем возвращался бессолдат на корабле, где всем, выказывавшим наружное участие к Сагунту, в сущности, не было никакого дела до его страданий. Он вез с собой только громкие пустые слова и волчицу наверху мачты эмблему торжественности посольства. Что скажет мужественная и легковерная толпа, оборонявшаяся на стенах, грудью защищая брешь, когда он в виде подкрепления явится только с двумя послами? Затем мысли Актуона переходили к соннике, отпустившей его, чтобы он спас город. Как-то живет она, привыкшая к роскоши изнеженной жизни среди нищеты и ужасов этой осады, поглотившей по всей вероятности за этот продолжительный период все запасы города и подорвавшие энергию жителей. Корабль вошел в устье Эбро, и однажды утром, когда они боролись с ветром, перед ними встал Сагунский Акрополь. С высокой башни Геркулеса поднимался густой дым. Сагунтинцы узнали Трирему по клетчатым парусам, какие употребляли римляне. Солнце стояло в зените, когда корабль, спустив паруса, на трех рядах весел вступил в канал, который вел к Сагунтскому порту. В тростниках у болотистых берегов виднелись мачты нескольких карфагенских судов, стоявших на якоре в тройной гавани, уткнувшись носами в землю. Грибцы римского судна увидели собравшиеся на морском берегу большие группы всадников, то были нумидийские и мавританские эскадроны, потрясавшие своими копьями и кричавшие, как бы готовясь к битве. Один всадник в бронзовых доспехах и с покрытой головой крикнул Триреми остановиться. Он подъехал один, спустился в канал на лошади, так что вода доходила ей до брюха и подъехал к кораблю. А кто он узнал его? Это Ганнибал, сказал он послам, стоявшим на носу корабля и с удивлением смотревшим на воинственную встречу, которую им приготовили прежде, чем они успели бросить якорь в гавани Сагунта. Подъехали еще новые эскадроны, как будто прибытие корабля вызвало тревогу в лагере и заставило подняться все войско. Между группами всадников бежали со всех ног дикие кельтеберийцы, болярские пращники, воины различных племен, составляющие осадную армию. Рискуя утонуть, Ганнибал принуждал лошадь войти в воду канала, чтобы его лучше было слышно с корабля. По велительным жестом он приказал Триреме остановиться, чтобы весла сейчас же легли вдоль бортов. «Кто вы? Что вам надо?» спросил Ганнибал. «А кто он служил переводчиком между римскими послами и вождем? Это римские послы, приехавшие к тебе от имени республики?» «И кто ты?» «Говорящий со мной, твой голос мне знаком». Он пристально стал вглядываться в говорившего, держа руку над глазами и, наконец, узнал грека. «Это ты, Актеон?» «Опять ты, беспокойный афинянин?» «Я думал, что ты в городе, а ты получил разрешение уйти оттуда, чтобы привезти ко мне этих людей?» «Скажи им, что теперь уже поздно. О чем теперь разговаривать?» «Вождь, осаждающий крепость, принимает послов только тогда, когда войдет в нее». Грек повторил римлянам слова Ганнибала и перевел их ответы. «Слушай, африканец», сказал Актеон Ганнибалу, «Римские послы напоминают тебе о дружеских отношениях с Сагунтом. Во имя сената и римского народа они убеждают тебя снять осаду и пощадить город. Скажи им, что сагунтинцы меня оскорбили и первые объявили войну, пожертвовав моими друзьями и отказались пощадить моих союзников, турдетанцев». «Это неправда, Ганнибал. Грек, повтори римлянам, что я сказал тебе». «Послы желают сойти на сушу, а не желают говорить с тобой от имени Рима». «Лишнее, они не заставят меня отказаться от моего намерения. Кроме того, осада продолжается долго, войска возбуждены, и ненадежное место для римских послов мой лагерь, где есть совершенно дикие люди из различных стран, повинующиеся только в моем присутствии, ведь несколько часов тому назад опять произошла битва, и они еще не успокоились». Говоря это, он повернул голову в сторону солдат, и они, приняв это движение за приказание или угадав по глазам вождя его тайное желание, начали волноваться, подъезжая к самому каналу, как бы намереваясь устремиться на корабль. Всадники потрясали копьями еще окрашенными кровью недавней битвы, поднимая щиты, которым наиболее дикие африканцы прикрепили в виде трофеев волосы нескольких сагунтинцев, павших при последней вылазке. Болеарцы показывали зубы, глупо улыбаясь и вытащив из мешков глиняные шары, начали пускать их в римское судно. «Видишь?» сказал Ганнибал, очевидно, довольный. «Мне невозможно принять в своем лагере послов. Теперь поздно рассуждать. Сагунту остается только понести наказание за его вину». Римляне, не обращая внимания на вражеские снаряды, стояли, закутавшись в свои тоги, опершись о борт три ремы, как бы бросая вызов дерзости дикарей. Старики побледнели от негодования при таком презрительном приеме. «Африканец», крикнул один из послов по-латински, не отдавая себе отчета, что Ганнибал не понимает его. «Если ты отказываешься принять у себя римских послов, мы отправимся в Карфаген требовать твоей выдачи как нарушителя договоров Газдрубала. Рим накажет тебя, когда ты будешь нашим пленником. Что он говорит? Что говорит?» взревел Ганнибал, не понимая слов, но чувствуя в них угрозу. «Когда Актеон перевел ему речь сенатора, он презрительно расхохотался. Отправляйся туда, римлянин, отправляйся. Богачи там меня ненавидят и с удовольствием приняли бы ваше предложение выдать меня врагам, но народ меня любит и не найдется в Карфагене такого человека, который взялся бы прийти в мой лагерь, чтобы захватить меня». Стрелы падали дождем вокруг корабля, несколько глиняных шаров ударились о его борт, и римский кормчий приказал отъехать. Весла пришли в движение, Трирема начала медленно поворачивать, чтобы покинуть канал. «Мы, стало быть, едем в Карфаген?» спросил грек. «Да, в Карфагене послов выслушают внимательнее», ответил один из послов. «После случившегося тамошний сенат или выдаст нам Ганнибала, или Рим объявит войну Карфагену». «Ну и отправляйтесь себе туда, римляне, мой долг быть здесь». И прежде чем двое сенаторов и посланники Сагунта, лично смотревшие на происшедшее, успели опомниться, Афининин поставил ногу на борт Триремы и бросился в воду при самом входе в канал. Он несколько раз нырнул в глубокой воде и поплыл вдоль берега, куда бросились и пешие иконные воины, чтобы захватить его в плен. Прежде чем Актеон успел поставить ногу на твердую землю, он увидал себя окруженным прачниками, вошедшими в воду по пояс, чтобы овладеть его платьем, не делясь с товарищами. В одну минуту у него отняли его кельтеберийский меч, кошель, висевший на поясе, и золотую цепочку, которую он носил на груди, как воспоминание о соннике. Варвары собирались уже снять с него и дорожное платье, оставив совсем голым, и начинали угощать его пинками, как подъехал к Ганнибал и узнал его. Ты предпочел остаться здесь? Одобряю. После того, как ты нанес мне столько вреда за стенами Сагунта, ты раскаялся и пришел ко мне. Следовало бы оставить тебя в руках этих дикарей, швыряющих в тебя камнями, следовало бы распять за моим лагерем, чтобы тебя увидала со стен гречанка, любившая тебя. Но я помню обещание, данное тебе однажды в поле, когда мы встретились друзьями. Он приказал одному из начальников накинуть на мокрое платье греко-военный плащ с капюшоном из мохнатого меха, какие солдаты носили зимой поверх доспехов, и пригласил Актеона сесть на лошадь одного из нумидийцев. Они поехали к лагерю. Отряды, выбежавшие к порту, медленно стягивались обратно, между тем, как Трирема, снова распустив паруса, неслась к морю. Дым на вершине Акрополя развеялся, только прозрачное облачко его носилось в воздухе. Можно было издали догадаться о разочаровании, вызванном в городе неожиданным бегством римского корабля. с ним, с ним, казалось, умчалась последняя надежда осажденных. Войска Ганнибала, отступая, обсуждали происшедшее у входа в порт между их вождем и посланцами из Рима. Они не поняли слов, которыми те обменялись, но энергичное выражение лица римлянина при его обращении к Ганнибалу всем им показалось угрозой. Некоторые, воображавшие, что поняли послов, повторяли воображаемую речь, в которой послы грозили от имени Рима вырезать все войско Ганнибала распять на кресте. Они повторяли эти угрозы, приукрашивая их собственными измышлениями, а встретившись с другими отрядами по Зминой дороге и в разных местах равнины, уже передавали, что видели цепи, привезенные кораблем, чтобы заковать в них Ганнибала, и войско ревело от ярости. Ганнибал с удовольствием замечал волны негодования, бушевавшие вокруг него. Солдаты, вставая при его подходе, восторженно приветствовали его. На всех языках неслись угрозы Риму и просьбы, чтобы вождь приказал идти на последний приступ и взял бы город, прежде чем посланцы прибудут в Карфаген и станут добиваться гибели молодого героя. Берегись, Ганнибал, сказал кельтибериец, подходя к его коню. Твои враги в Карфагене соединятся с Римом, чтобы погубить тебя. Народ меня любит, высокомерно ответил вождь. Прежде чем Карфагенский сенат выслушает римлян, Сагунт будет наш, и Карфаген станут приветствовать наше торжество. Актеон с грустью смотрел на опустошенные окрестности города, недавно еще столь оживленные и плодоносные. В порту не было других кораблей, кроме нескольких судов нового Карфагена. Матросы стали в храме Афродиты уже заранее обобранным. Товарные склады были ограблены и разрушены, набережные завалены грязью, в полях уже не видно было и следа прежних вилл. Дикие варвары, пришедшие из центра страны из ненависти к прибрежным грекам, даже взрыли пеструю мостовую и разбросали плиты. Вся равнина представляла картину полного опустошения. Не сохранилось ни одного дерева, чтобы бороться с зимними холодами, срубили розы, смоковницы, обширные оливковые плантации, виноградные лозы, даже разрушили дома и деревянные крыши, их шли на поддержку огня костров. Только и видны были развалины, да низкий вереск, сорные травы, растущие быстро питаемые трупами людей и лошадей, разрослись по всей равнине, по старинным дорогам, по развалинам и речкам, вода из которых выливалась через обвалившиеся берега и превращала в лужи стоячей воды низкие места. То было дело разрушения постоянно возрастающей армии, состоящей из ста восьмидесяти тысяч человек и многих тысяч лошадей. Она быстро съела весь хлеб с сагунских полей, солдаты, разрушив все, что не могло принести немедленной пользы, простирали свою алчность на окрестности, распространяя опустошение все дальше и дальше, по мере того, как осада затягивалась. Запасы привозились за много дней пути, их присылали отдаленные племена, надеясь получить долю добычи, как обещал им Ганнибал, рассказывая о богатствах сагунта. Слонов уже несколько месяцев тому назад отправили обратно в новый Карфаген, так как они не смогли принести пользы при осаде и прокорм их становился затруднительным в опустошенной местности. Черные стаи воронов слетались на поля. Из звереска торчали скелеты брошенных изгнивших лошадей и мулов. По краям дорог под грудами камней виднелись тела варваров, умерших от раны, брошенных по обычаю соплеменниками на добычу хищным птицам. Огромное собрание их заражало всю местность. Тела лежали на открытом воздухе и пораженные поля, с которых поднималось как бы дыхание смерти, распространяли по всей равнине от гор до моря удушливый смрад, пропитанный запахом разлагающегося мяса. А кто он, приехавший издалека, заметил этот тяжелый запах идущий с равнины и с грустью подумал об осажденных, глядя на город, он, казалось, угадывал все ужасы, происходившие за красноватыми стенами после семимесячной осады. Лагерь был уже близок. Грек увидел, что это военное поселение приняло вид настоящего города, полотняных и кожаных палаток было видно немного. Зима, уже подходившая к концу, принуждало осаждающих выстроить каменные лачуги с крышами из ветвей и деревянные бараки, имевшие вид башен и служившие прикрытием для проходов между домами. Ганнибал, как бы угадывая мысли грека, самодовольно улыбался, глядя на разрушение, произведенное его армией вокруг города. Ты находишь большую перемену здесь, Актеон, не правда ли? Вижу, что твои войска не сидели сложа руки, пока ты уходил наказывать возмутившихся кельтеберийцев. Марбахал, начальник моей конницы, прекрасный помощник, когда я вернулся, он сообщил мне, что две сагунских стены разрушены и часть города в наших руках. Видишь ты это возвышение вокруг Акрополя, внутри Ограды. Оно теперь наше, стенобитные машины, и до сих пор делающие свое дело, устремились на сагунт, и он теперь почти вошел в свои старые границы, он уже не думает защищаться, теперь у него вся надежда только на помощь Рима, упрямцы в третий раз выстроили линию стены, и таким образом им становится все теснее, скоро у них останется один форум, где я перебью оставшихся в живых, о гордый непокорный народ, ты будешь моим рабом. Африканец переменил разговор, открывая свои мысли бывшему товарищу, «Наконец ты прозрел и пойдешь за мной, ты с радостью последуешь за мной, ты благодаря мне принял участие в осуществлении планов, о которых я однажды на рассвете говорил в этих же полях, последовав за Ганнибалом, ты со временем станешь царем, как Птоломей, последовавший за Александром, ты решился?» «А кто он помолчал минуту, прежде чем возразить?» И Ганнибал прочел в его взгляде нерешительность желания обмануть его, «Не лги, грек, лгут враги или принужденные трепетать за свою жизнь, я твой друг и обещал щадить твою жизнь, ты не хочешь последовать за мной?» «Со временем может быть, но теперь не могу решительно», ответил грек, «Я хочу вернуться в город, и если действительно в тебе сохранилась какая-нибудь привязанность к товарищу детства, то отпусти меня. Ты погибнешь там, не жди сострадания, если мы ворвемся через брешь, я умру, просто сказал Афининин, но там есть люди, принявшие меня как соотечественника, когда я голодный скитался по свету, там есть женщина, оказавшая мне участие, когда я был нищий, отдавая мне любовь свою и богатство, они послали меня в Рим, чтобы я принес им слово надежды, и я во что бы то ни стало должен вернуться, хотя бы для того, чтобы увеличить их горе и страдания. Что тебе стоит отпустить меня? Все равно можешь убить завтра, в Сагунте станет одним телом больше, там ведь, вероятно, уже свирепствует голод. Когда я скажу им, как обстоит дело, когда они увидят меня, возвратившегося, без подкрепления, они падут духом и сдадут тебе город. Пропусти меня, Ганнибал. Таким образом, я буду невольно помогать осуществлению твоих планов. Ганнибал взглянул на него мрачно, безумный, никогда я не думал, чтобы Афининин был способен на такое самопожертвование. Вы так лживы, так легкомысленны, так коварны, когда дело идет об удовлетворении вашего эгоизма. Ты первый грек, которого я вижу верным городу, усыновившему его. Карфагену не так посчастливилось с наемниками из твоего отечества. С тобой ничего не поделаешь, ты невменяемый, тобой управляет любовь. Женщины, бродящие вокруг лагеря, не удовлетворяют тебя, как меня. Ты не стремишься взять город, чтобы потом отдать его на разграбление солдатам. Ты прилепился к женщине, ты ее раб и предпочитаешь умереть бесславно на службе горсти купцов, лишь бы еще раз увидеть ее. Ну, ступай, безумец, ты свободен. Не хочу больше знать тебя. Я желал сделать тебя героем, а ты отвечаешь мне, как раб. Иди в Сагунт, но знай, что с этой минуты покровительство Ганнибала для тебя кончено. Если попадешь в мои руки в городе, будешь уж моим рабом, а не другом. Ударив коня пятками по бокам, Ганнибал поскакал прочь, несколько раз обернувшись на грека. Последний через некоторое время увидал приближающегося карфагенского юношу, который, не говоря ни слова и не глядя на него, взял его коня под усцы и повел к Сагунту. Подойдя к аванпостам осаждающих, Карфагеннин сказал пропускное слово, и солдаты, знавшие о происшедшем в порту и дрожавшие от ярости при мысли о цепях, которые римские послы имели дерзость привести для их вождя, пропустили Актеона, провожая его враждебными взглядами. Этот грек, намеревавшийся войти в осажденный город, сопровождал без сомнения римских послов и ни один солдат вставил стрелу в луг, чтобы пустить ее в него. Только холодный пристальный взгляд карфагенского юноши, действовавшего по приказанию Ганнибала, удерживал руку убийцы. Они достигли первой ограды, под ней стояли передовые отряды осаждающих, здесь грек сошел с коня и, вырвав колючий куст вереска, стал подходить, держа его вверх, как знак миролюбивых намерений. Стена, построенная под его руководством в одну ночь, чтобы задержать вторжение, оказалась разрушенной. Он увидел над ней шлемы нескольких защитников. Теперь нападения осаждающих направлялись на возвышенные места города. Та сторона его, где происходили первые битвы, была почти оставлена. Часовые на стене узнали Актеона и встретили его восклицаниями удивлений и радости. Ему бросили веревку, чтобы помочь забраться на стену, где он мог бы войти через брешь наверху. Все в напряженном ожидании столпились вокруг грека. Ему же казалось, что его окружила толпа привидений, их доспехи как бы готовы были свалиться с исхудавших тел. Из-под забрал смотрели осунувшиеся печальные высохшие лица, а костлявые руки, покрытые загрубелой кожей, с трудом держали оружие. Глаза горели странным тусклым огнем. Актеон уклонялся от прямых ответов насыпавшиеся вопросы. Он говорил, что должен предварительно отдать отчет о своем посольстве сенатором, просил немного потерпеть. Еще до наступления ночи все станет всем известно. И исполненный сострадания к этим героям, он трусливо солгал, уверяя, что Рим не забудет Сагунта, и что он приехал вестником о приближающихся легионах, посланных союзниками. Из ближайших домов из переулка в соседник со стеной выходили мужчины и женщины, привлеченные известием о прибытии грека. Его окружили, расспрашивали, каждый желал первым получить известие, чтобы распространить его по городу, и Актеон, все уклоняясь от ответа, с ужасом смотрел на эти исхудалые ввалившиеся щеки, покрытые землистой кожей, из которой выдавались заострившиеся кости черепа, на глаза, глубоко ушедшие в черные впадины и горевшие неестественным огнем, как потухающие звезды, отражающиеся в глубине колодца, на руки, трепетавшие при веских движениях, как камыш. Актеон двинулся сопровождаемой толпой. Впереди него бежали странные дети, совершенно голые, с кожей, которая, казалось, готова была треснуть на обозначившихся ребрах, с неимоверно большой головой на исхудалых шеях. Они шли, шатаясь на ногах тонких, как нити, и как бы неспособных выдержать тяжесть тела, многие вознеможения опускались на землю. В одном углу Актеон увидел брошенный труп с лицом, покрытым какими-то мухами, сверкавшими на солнце металлическим оттенком. Подальше, на перекрестке, несколько женщин собралось около обнаженного юноши, у ног которого лежал брошенный лук. Грек увидел с ужасом его втянувшийся живот, ввалившийся как свернутый кусок кожи между бедрами, казалось, готовыми выскочить из тела. Это была мумия, у которой искра жизни сохранилась только в глазах и запекшихся губах, судорожно открывавшихся, как бы стараясь поймать воздух. На пути новые люди не присоединялись к шествию. Во многих домах, несмотря на шум проходившей толпы, двери не отворялись, и Актеон сравнивал это запустение с тем оживлением, которое господствовало на улице в первые дни осады. Дохлые собаки, валявшиеся на дороге, и такие же исхудалые, как люди, заражали воздух. На перекрестках виднелись скелеты лошадей и мулов, гладкие, побелевшие, без клочка гниющего мяса, к которому могли бы присосаться отвратительные насекомые, жужжавшие в этом городе смерти. Грек со своей наблюдательностью обратил внимание на вооружение солдат и заметил, что все кожаные части его исчезли. На щитах обнажились остовы из камыша или воловьих жил, которые прежде скрывались под кожаной обшивкой. В одном углу он увидел двух стариков, дравшихся за черный, засохший лоскут кожи подошвы, разваренной в кипятке. Много домов в несколько этажей было разрушено, и из их камней выстроены новые стены, не допускавшие врага в центр города. Ужасный, жестокий голод заставил пользоваться всем, самые отталкивающие вещи поглощались. Казалось, что осаждающие уже ворвались в город, уничтожая все, оставляя только здания, чтобы они свидетельствовали об их алчности. Голод и смерть царили в городе. Близ форума женщина, пробившись через толпу, бросилась на шею актеону, нежно обнимая его, то была сонника. И на ее лице лишения провели глубокие морщины. Она не имела такого ужасного вида, как толпа, но она похудела, побледнела, но заострился, щеки казались прозрачными, а руки, которыми она сжимала своего возлюбленного, исхудали и были лихорадочно горячи. Темные круги легли вокруг глаз, а ее богатая туника висела бесчисленными складками на теле, казавшимся от худобы, выше прежнего. Ах ты он, любовь моя, я уж не думала, что увижу тебя, спасибо, спасибо, что вернулся. Она обхватила его шею одной рукой и пошла рядом с ним. Толпа смотрела на соннику с почтением. Она одна посвящала себя несчастным, раздавая ежедневно последние запасы из своих складов. Актеону показалось, что он видит в толпе философа евфобия, в платье еще более стрепанном, чем всегда, почти голого, но сравнительно сильного, что составляло контраст со сголодавшимся видом толпы. На форуме Актеона уже издали приветствовали Лакаро и все изящные друзья-сонники. Они также имели вид голодной, но скрывали свою бледность под краской и всякими ухищрениями. Они выставляли на показ свои роскошные одежды, как бы стараясь в бесполезном блеске и роскоши найти утешение за испытываемые лишения. Маленькие схудалые рабы, сопровождавшие их, были одеты в одежды, шитые золотом, и, глядя на свои жемчужные подвески, тяжело вздыхали. Толпа рассыпалась по форуму, сенаторы собрались в храме посреди площади, у подножья Акрополя шла беспрерывная борьба с карфагененами, занимавшими часть возвышенности, и падали огромные камни, бросаемые осадными орудиями. Некоторые из них долетали даже до форума, и не раз огромные снаряды пробивали крыши и разрушали стены. Актоон вошел в храм совершенно один, сенаторов оказалось немного, некоторые погибли жертвами голода и болезни, другие с юношеским увлечением искали смерти на стенах. Благоразумный Алька, по-видимому, пользовался большим влиянием и стоял во главе собрания. События оправдали его предусмотрительность, заставлявшую его в прежние времена восставать против воинственных замыслов города и приверженности его к союзникам. «Говори, Актоон», обратился к нему Алька, «скажи нам всю правду, одну правду, после всех несчастья, посланных нам богами, мы готовы выслушать самые тяжелые вести». Грек посмотрел на этих граждан, которые в своих плащах и с высокими посохами в руках ожидали его слов с напряжением, хотя и старались скрыть свое волнение под личиной величественного спокойствия. Он рассказал о своем свидании с римским сенатом, об осторожности последнего, побудившей его сделать шаг к примирению, о прибытии посланников с Сагунт, о приеме, оказанном им Ганнибалом и об отправлении послов в Карфаген, чтобы добиться наказания вождя и освобождения Сагунта. Под влиянием этого грустного рассказа спокойствие сенаторов нарушилось, некоторые наиболее нездержанные вскочили на ноги, раздирая свои плащи и оглашая воздух печальными возгласами, другие, узнав, что Рим не пришлет своих легионов, в отчаянии били себя в лоб кулаками и рычали от бешенства, самые старые, не теряя своего величия, плакали и слезы катились по исхудалым щекам, теряясь в белоснежных бородах. Они бросили нас. Когда придет помощь, будет уже поздно, Сагунт погибнет прежде, чем римляне доплывут до Карфагена. Долгое время продолжалось отчаяние собрания. Многие из сенаторов, не будучи в состоянии встать от слабости, молили богов послать им смерть, прежде чем они увидят гибель своего народа. Казалось, будто Ганнибал уже стоял в дверях храма. Успокойтесь, сенаторы, обратился к ним Алько. Вспомните, что за этими стенами собрался весь сагунский народ. Если он увидит ваше горе, он падет духом, и еще сегодня мы станем рабами Ганнибала. Спокойствие медленно возвращалось к старейшинам, и водворилась тишина. Все ожидали, что посоветуют Алька и Пруденций. И они заговорили, ведь еще нечего думать о немедленной сдаче города, не правда ли? Нечего, нечего, послышались негодующие голоса всего собрания, поэтому, чтобы поддержать мужество, чтобы продолжить защиту еще на несколько дней, надо обманывать, внушать призрачную надежду сагунтинцам. Запасы истощены, защищающие город на стенах с оружием в руках, доедают последних лошадей, еще бывших в городе. Народ же гибнет от голода. Каждую ночь подбирают сотни трупов и переносят в Акрополь из боязни, что их съедят бродячие собаки, мучимые также голодом и превратившиеся вследствие того в свирепых диких животных, нападающих даже на живых. Ходят слухи, что несколько иностранцев, живших в городе вместе с рабами и наемниками, собираются ночью у стен и питаются трупами убитых. Воды в городских цистернах осталось мало, ее приходилось брать с самого дна, где она уже смешана с глиной, но, несмотря на все это, в Сагунте никто не говорил о сдаче, а напротив, о продолжении защиты. Все знают, что их ожидает в случае, если они попадут в руки Ганнибала. Я говорил с ним, сказал Актеон, он неумолим, если он вступит в Сагунт, мы все превратимся в его рабов. По собранию пробежал ропот негодования, лучше смерть, кричали сенаторы, и они быстро сговорились о том, что надо сказать народу. Все поклялись богами скрывать истину, они хотели продолжать мучения в надежде, что помощь Рима прибудет вовремя, и, приняв такой вид, чтобы никто не догадывался об их отчаянии, сенаторы вышли из храма. В народе быстро пустили весть, что послы отправились в Карфаген, чтобы не терять времени в лагере, и хлопотать о наказании Ганнибала с минуты на минуту должны прибыть легионы, посланные Римом для поддержки сагунтинцев. Народ принял это известие довольно холодно, бедствие притупило его способность восторгаться, кроме того, уже сколько раз пытались ободрить его надеждой на римлян, теперь люди изверились и уже не ожидали прибытия флота. Актеон вмешался в народ, отыскивая соннику, он увидел ее окруженную Лакаро и известной сагунтской молодежью, тут же и Эфобий улыбался, ей, однако, не подходил близко. Боги руководили тобой в твоем путешествии, Актеон, сказал паразит, у тебя вид лучше, чем у нас, оставшихся в городе, видно, что ты хорошо питался, но и ты, философ, не так исхудал, как другие, ответил грек, кто тебя поддерживает? Моя беднота, я так привык к голодовке во время изобилия, что теперь нужды почти не замечаю, вот выгода быть философом нищим. Не верь этому чудовищу, с отвращением, сказал Лакаро, он такой же варвар, как кельтеберийцы. Он обедает каждый день, зато его следовало бы распять среди форума в назидании другим. Видели, как он бродил вместе с рабами около стен, отыскивая мертвые тела? Грек с отвращением отошел от паразита. Неверим, Актеон убеждал его эфобий, им завидно на мою нищенскую умеренность, а прежде они меня за нее ругали. Голод мой старый товарищ и меня щадит. Все разошлись, и Актеон последовал за сонникой в ее дом. Красавица жила почти одна, многие из ее слуг умерли на стенах, другие погибли на улицах жертвами болезней, некоторые, не будучи в состоянии переносить мучения голода, бежали к неприятелю. Два старых раба стояли в углу между нагроможденными сундуками и богатой мебелью, большие склады в нижнем этаже стояли пустые. Там поселилось несколько детей, проводивших целые часы в терпеливом ожидании, не выглянет ли из норы какая-нибудь крыса, чтобы броситься на нее, как на драгоценную добычу. А Ранто спросила, кто он у своей возлюбленной, бедняжка, я изредка вижу ее, она не хочет жить здесь. Когда я ради ее безопасности силой приказала удержать ее здесь, она убежала, она сошла с ума, увидев труп своего возлюбленного, день и ночь бродит вдоль стен, появляется в местах самых ожесточенных битв, проходя под дождем стрел, будто не замечая их, ночью слышат, как она жалобно поет, оплакивая Эросиона, и не раз она приходила сюда в венках из цветов, растущих на стенах, и расспрашивала о своем мопсо, как будто он скрывался среди защитников. Народ думает, что она в сношениях с богами, смотрит на нее с почтением и расспрашивает ее о судьбе Сагунта. Влюбленные провели ночь среди нагроможденных сокровищ склада, предаваясь в мягких кроватях страстным объятиям, как будто они еще жили в богатом заброшенном доме и только что окончили один из ночных перов, скандализировавших старых сагунтинцев. Прошло еще несколько дней. Бедствие в городе все усиливалось, но граждане, верные своему решению, продолжали защищать его с пустыми желудками. Осаждающие не возобновляли нападение. Ганнибал, без сомнения, догадываясь о состоянии города и желая избавить свое войско от кровопролития, выжидал, пока голод и болезни не довершат его торжества. Смертность на улицах усиливалась, уже некому было подбирать мертвых, костер, сжигавший их на вершине Акрополя, погас, трупы, валявшиеся у дверей хижин, покрывались отвратительными насекомыми, а хищные птицы смело спускались ночью в сам город, яростно оспаривая добычу собак, бродивших с высунутыми языками и горящими, как у диких зверей, глазами. По узким переулкам прокрадывались исхудалые люди дикого вида, обезумевшие от изнурения, вооруженные палками, камнями и стрелами, они выходили из домов при наступлении ночи. Им предводительствовал эфобий, наставляя их высокомерными словами, как будто военачальник, обращавшийся к своему войску. Когда им удавалось убить ворона или одичалую собаку, они тащили их на форум и жарили на костре, оспаривая друг у друга вонючее мясо, между тем, как богатые граждане отходили, чувствуя тошноту перед подобными ужасами. Наступила весна, печальная весна, проявившаяся гражданам только в цветках, распустившихся среди пучков травы между зубцами на городской стене и на крышах домов. Зима кончилась, но в Сагунте продолжался холод, могильный холод, пронизывающий до костей. Солнце светило, а над городом висел зловонный туман, придававший и домам, и людским лицам свинцовый оттенок. Направляясь однажды на самое высокое место горы, где продолжалась бомбардировка, Актеон встретился на форуме с Алько, у доброго сагунтинца, вид был самой жалкой, а на лице читалось отчаяние. Афининин, сказал он с таинственным выражением, надо решиться на неминуемое, город не может дальше держаться, приходится отказаться от всякой надежды на помощь Рима, пусть же гибнет Сагунт, а на Рим падет позор за его измену союзникам, я сам пойду в лагерь Ганнибала и предложу мир. Хорошо ли, обдумал свое намерение, спросил грек, ты не боишься негодования своего народа, когда он увидит, что ты ведешь переговоры с врагом? Я люблю свой город и не могу видеть его мучения, его бесконечную агонию, мало кто будет знать об этом, но тебе я говорю, потому что ты не болтун, дела наши гораздо хуже, чем народ это себе воображает, уже нет ни куска мяса для защитников стен, сегодня утром из цистерн вынули одну глину, воды уже нет больше, еще несколько дней сопротивления и нам придется есть трупы, как тем отверженным, что питаются по ночам, мы дойдем до того, что станем убивать детей, чтобы напиться их кровью. А кто он молчал минуту, проводя по лбу рукой, страдальческим жестом, как бы стараясь отогнать ужасные воспоминания. Никто лучше старейшин не знает всего происходящего в городе, продолжал Алько, боги должны содрогаться от ужаса, видя, что делается в Сагунте, покинутом ими. Слушай и забудь Актеон. Он понизил голос. Вчера две женщины, обезумев от голода, метали между собой жребий, чьего ребенка съесть. Сенаторы должны закрывать глаза и затыкать уши. Мы не смотрим и не слушаем, потому что наказание только распространит подобные ужасы. Защитники стен жуют кожу своих доспехов, чтобы обмануть голод. Мясо у них отваливается от костей. Они слабеют и падают, как пораженные невидимыми стрелами богов. Подходит конец восьмого месяца осады. Двух третей города уже не существует. Мы боролись до сих пор против неба и людей, чтобы показать, как Сагунт держит клятву. Грек опустил голову, убежденный доводами Алько. «И дух в городе падает, вера угасает», продолжал сенатор. «Все предсказания не сулят нам ничего доброго. Многие видели ночью огненные шары, поднявшиеся над Акрополем и улетевшие к морю и погрузившиеся в него, как те звезды, которые светлой полосой прорезывают небесную лазурь. Народ думает, что это пенаты, предвидя близкое падение Сагунта, покидают его, чтобы переселиться на ту сторону моря, откуда они прибыли сюда. Вчера вечером бывшие на страже в храме Геркулеса видели, как из гробницы Закинфа выползла змея, шипевшая, как бы раненая. Она была синяя с золотыми полосами. Это та змея, которая ужалила Закинфа и была причиной основания города вокруг гробницы героя. Она проползла между ног стражей, спустилась вниз и исчезла в равнине, направляясь к морю. Таким образом, нас покидает и священная пресмыкающаяся, бывшая как бы покровителем Сагунта. Это все глупости, сказал грек. Галлюцинация людей, мучимых голодом. Может быть, что и так. Но послушай женщин, они плачут, горюя о бегстве змеи Закинфа. Они думают, что город остался теперь без защиты, и многие мужчины на стенах упадут духом, узнав о странном исчезновении. Народ уже не находит поддержки в вере. Оба собеседника довольно долго молчали. «Ступай», сказал наконец грек, «поговори с Ганнибалом». И да внушат ему боги милосердия. «Отчего тебе не пойти со мной? Ты столько видел на своем веку и своим красноречием мог бы помочь мне. Ганнибал знает меня. Я отверг его дружбу, и он ненавидит меня. Иди и спаси город. Мой жребий брошен. Ко мне этот африканец не смягчится. Он всем простит, но не мне. Но я умру раньше, чем ты увидишь меня рабом или испускающим дух на кресте». Глава десятая последняя ночь Было уже довольно поздно, когда Коктеону вместе с другими, защищавшему высшую точку города, подошла Ранто, выйдя из переулочка у самой стены. Он не встречался с пастушкой после своего возвращения в Сагунт и, увидев ее, ужаснулся, перемене, произведенной в ней, перенесенным во время осады горем, помутившим ее рассудок. Она шла в задумчивости, опустив голову, и в ее растрепанных волосах было несколько цветков, с которых при каждом шаге сыпались засохшие лепестки. Через расстегнутую грязную тунику видно было ее тело, все еще несмотря на худобу, сохранившие красоту и свежесть, так пленявшие грека, грудь развелась, как будто под влиянием горя эти розовые бутоны созрели, глаза, расширенные безумством, как бы заполняли собой все лицо и светились лихорадочным таинственным светом. Она приближалась медленно, но временами, поднимая голову и взглядывая на людей, стоявших в углублениях стены, и, наконец, остановившись у каменной лестницы, проговорила умаляющим голосом, «Эросион, эросион!» Несмотря на то, что за мантлетами врагов замечалось какое-то движение, как будто осаждающие готовились на новый приступ, Актеон сошел со стены, желая поближе взглянуть на девушку. «Ранто, пастушка, узнаешь ли ты меня?» Он заговорил с ней ласково, взяв ее за руки, но она испугалась и старалась вырваться, но усилие быстро сменилось упадком сил, и, устремив на грека свои огромные глаза, она воскликнула «Ты, ты, ты узнала меня?» «Да, ты, афинянин, мой господин, любовник богачки-сонники, скажи, где Эросион?» Грек не знал, что сказать, но Ранто продолжала говорить, не ожидая ответа. «Мне говорили, что он умер, даже и мне кажется, будто я видела, что он лежит у стены, только это неправда, был дурной сон, умер его отец, стрелок Мопсо, и вот с тех пор он убегает от меня, будто хочет один оплакывать смерть отца, днем он прячется, я вижу его издали на стене между сражающимися, а когда приду туда искать его, вижу только чужих мужчин, а Эросиона уже нет. Он верен мне только ночью, тогда он меня отыскивает и приходит ко мне, только я усядусь у стены и положу голову себе на колени, как он приходит ко мне в темноте, он опять любит меня, у него колчан у пояса, лук за спиной, от него убегают злые собаки, что бродят во тьме и обнюхивают мне лицо, глядя огненными глазами, он приходит, садится рядом, улыбается, только все молчит, я говорю, мне отвечает его улыбка, а не рот, я ищу его плечо, чтобы положить свою голову, а он убегает, будто тьма его проглатывает, что это такое, добрый грек, если увидишь его, попроси его не прятаться, не убегать, он так, так любит тебя, сколько раз он рассказывал мне про твою страну, она замолкла на минуту, будто эти слова разбудили в ее памяти все прошлое, полное воспоминаний, она ухватывалась за них, сопоставляла с большим усилием, что отражалось на ее лице, и медленно вставали в ее памяти картины тех счастливых дней до осады, когда они с Аросеоном бродили по полям и находили приют во всех рощах окрестностей Сагунта, она улыбалась Актеону, глядя на него ласково, и напоминала ему их встречи. Первое знакомство на змеиной дороге, когда он только что сошел с корабля от бедной и никого не зная в городе, потом отеческое покровительство, с которым он поздоровался с ними в полях, когда она, взобравшись на вишневое дерево, рвала ягоды, которые потом, смеясь, они вырывали друг у друга губами, и, наконец, та встреча, когда он застал ее совсем голой, когда она служила моделью молодому скульптуру. Помнил ли все это грек? Не забыл ли эти дни мира и счастья? Все это сохранилось в памяти Актеона, не изгладилось впечатление, произведенное наготой пастушки, и в этот самый момент его взгляд проникал через провехи старой туники с наслаждением художника, останавливаясь на очертаниях тела, хотя и схудалого, но свежего и молодого с его теплыми ногами янтарной кожи. Но, вспомнив все это, Ранто вернулась к своему помешательству. Где Эросион? Видел он его? Он там, наверху, между защитниками, и грек снова удерживал ее за руки, чтобы она не стала подниматься на стену. Там кричали защитники, пуская стрелы, бросая камни. Осаждающие шли на приступ. Снаряды снизу пролетали, как темные птицы между зубцами, и стена тряслась от глухих ударов, как будто африканцы старались таранами и пиками пробить в ней брешь. Актеону, бывшему со времени возвращения в Сагунт душой защиты, необходимо было подняться на стену. «Уйди, Ранто», поспешно убеждал он ее, «здесь тебя убьют, вернись в дом сонники, я приведу к тебе Эросиона, только беги, спрячься, смотри, как падают стрелы вокруг нас». Схватив ее, он резким движением стащил ее с лестницы, так что у нее подкосились колени. Грек поспешно поднялся наверх, не меняясь в лице от смертоносных снарядов, свистевших вокруг его головы, но не успел он дойти до зубцов, как за его спиной раздался тихий стон, слабый крик, напомнивший Актеону крик Лани, раненой на охоте. Обернувшись, он увидел на половине лестницы Ранто, пытавшуюся встать с грудью, залитой кровью, и торчащей в ней большой стрелой с перьями, еще трепетавшими от быстрого лета. Девушка последовала за ним на стену, и на лестнице ее настигла вражеская стрела Ранто, бедная. Грек, охваченный горем, которого сам не мог объяснить себе, горем, взявшим вверх над его волей, забыв защиту стены, приступ, все бросился к девушке, тихо склонявшейся к земле, как раненая птичка. Подняв ее крепкими руками, Актеон снес ее к подножию лестницы, Ранто вздохнула и сделала движение головой, будто стараясь удалить подступающую боль. Грек поддерживал ее за плечи и звал ласково Ранто, Ранто. В ее глазах, еще больше расширившихся от боли, казалось, сосредоточился весь свет, взгляд их был теперь человеческий. Бессмысленность, безумие исчезло, разум, как будто вернулся под влиянием боли, как будто в эту последнюю минуту просветления, она сразу увидала перед собой все прошлое. «Ты не умрешь, Ранто», шептал Грек, не отдавая себе отчета в том, что говорил, «Смотри, я вырву у тебя эту стрелу, я отнесу тебя в форум, чтобы тебя вылечили». Но девушка грустно покачала головой, «Нет, она хочет умереть, хочет соединиться с Эросеоном у богов среди розовых и золотых облаков, где проходит мать Амура в сопровождении тех, которые на земле сильно любили друг друга». Она бродила как тень среди ужасов осажденного города, думая, что Эросеон жив и ища его повсюду, но Эросеон умер, она теперь вспомнила, что сама видела его труп, он умер, зачем же ей жить? «Живи для меня», воскликнул Актеон, не помня себя от отчаяния, не видя окружающих, не слыша криков защитников на ближней стене и шагов, раздававшихся за его спиной в ближайшем переулочке, «Ранто, пастушка, послушай меня, теперь я понимаю, почему желал видеть тебя, почему воспоминание о тебе преследовало меня временами в Риме, когда я думал о Сагунте, живи и сделайся для Актеона последней весной его существования, «Я люблю тебя, Ранто, ты моя последняя любовь, цветок, распустившийся среди зимы моей ночи, я люблю тебя, Ранто, люблю с того самого дня, когда увидел тебя обнаженной, как богиня, живи, и я стану твоим эросеоном». Девушка, уже побледневшая с тенью смерти, ложившаяся на ее лицо, улыбнулась, шепча, «Актеон, добрый грек, благодарю, благодарю». Ее голова лежала на руках Актеона, тяжело клонилась к земле. Афининин не шевелился, не сводя глаз с тела девушки. Тишина, водворившаяся внезапно на стене, вывела его из тяжелого забытья. Осаждающие прекратили обстрел, грек поднялся, но несколько раз становился на колене, чтобы поцеловать еще теплый рот пастушки и уже неподвижные, широко раскрывшиеся глаза, в которых, как в тихой воде, отражались яркие лучи заходящего солнца. Поднявшись, он увидел перед собой Соннику, смотревшую на него холодным, ироничным взглядом. «Сонника, ты? Я пришла сказать тебе, чтобы ты шел на форум, посланный из вражеского лагеря, подошел к воротам города и хочет говорить со старшинами, народ собран на форуме». Несмотря на всю важность известия, Актеон не двинулся, холодное обращение Сонники озаботило его. «Ты давно здесь?» «Пришла вовремя, чтобы видеть, как ты навеки прощался с моей рабыней». Он помолчал мгновение, но затем, как бы поддаваясь чувству, превышающему его волю, подошел к ней вплотную с блестящими глазами и протянул руки. «Ты любил ее, правда?» спросила Сонника с горечью. «Да», ответил Грек тихо, будто стыдясь своего признания. «Теперь я знаю, что любил ее, но и тебя я тоже люблю». Они простояли несколько времени, наклоняясь над этим трупом, разъединявшим их. Между ними как бы встала холодная стена, навеки разлучив их. Актеону было стыдно, что он огорчил женщину, так любившую его. Сонник, оказалось, вся погрузилась в свое бесконечное разочарование и смотрела холодными глазами неумолимой немезиды на труп рабыни. «Уходи отсюда, Актеон», обратилась она к греку, тебя ждут на форуме. Старшины желают твоего присутствия, чтобы ты был посредником с посланным Ганнибалом. Афининин сделал несколько шагов, но затем вернулся, нежно прося милосердия к трупу. «Ее бросят здесь, скоро наступит ночь, и бродячие собаки, бессовестные люди, отыскивающие трупы». Он содрогнулся при мысли, что это человеческое тело, возбуждавшее в нем некогда трепет восторга, будет пожрано зверями. Соника ответила ему жестом, он может уйти, она останется здесь. И Актеон, покоренный холодным высокомерием своей возлюбленной, быстро удалился, направляясь на форум. Когда он прибыл на площадь, начало темнеть. Посредине площади горел большой костер, который зажигали каждую ночь, чтобы бороться со страшным холодом, господствовавшим в городе, несмотря на весну. Сенаторы занимали свои кресла из слоновой кости у подножия лестницы храма, готовясь принять перед народом посланника Ганнибала. По всему городу разнесся слух об этом, и люди стекались на форум, спеша услышать предложения осаждающих. Новые группы каждую минуту прибывали из всех улочек, выходивших на площадь, где сосредоточилась замиравшая жизнь города. А кто он подошел к старейшинам, он всматривался и не видел Алько, тот, вероятно, находился еще в лагере осаждающих, и посылка имя парламентера была, очевидно, следствием его свидания с Ганнибалом. Один из сенаторов сообщил, что к городским воротам подошел Карфагенинен, невооруженный, с масличной веткой в руке. Он желал говорить с сенатом от имени осаждающих, и собрание старейшин сочло нужным созвать весь город, чтобы все жители приняли участие в этом последнем заседании. Отдали приказание ввести посланца, и через несколько минут среди раступившейся толпы показалась группа вооруженных людей, окружавших человека с непокрытой головой, безоружного, и светвью, символом мира в поднятой руке. Когда он проходил мимо костра, свет от огня упал ему прямо в лицо, и по форму пронесся гул негодования. Это лорко, лорко! Неблагодарный изменник! Многие схватились за мечи, чтобы броситься на посланника. Над головами толпы показались руки с зажатыми в них стрелами, но присутствие сенаторов и грустная улыбка кельтеберийца успокоили вспышку. Кроме того, изнурение давало себя знать, уже не хватало сил для негодования, и все напряженно стали прислушиваться к словам посланника, чтобы узнать, какую судьбу им готовит враг. А лорко подошел и остановился перед старейшими. На обширной площади выдворилось глубокое молчание, прерываемое только треском горящего костра. Все взгляды обратились на кельтеберийца. «Алька, благоразумного нет среди вас?» спросил он. Все с изумлением оглянулись. До сих пор никто не заметил отсутствие этого человека, всегда занимавшего первое место при обсуждении общественных дел. Его не было. «И не ищите его», сказал кельтебериец. «Алька в лагере Ганнибала, глубоко опечаленный положением города, понимая всю невозможность дальнейшей защиты, он пожертвовал собой ради вас и, рискуя жизнью, несколько часов тому назад добрался до палатки Ганнибала, чтобы со слезами умолять сжалиться над вами. «Почему же он не пришел с тобой?» спросил один из сенаторов. «Он боится и совестится повторить слова Ганнибала и его условия для сдачи города». Тишина стала еще глубже. Народ угадывал чрезмерные требования победителя. Все предчувствовали их в душе, прежде чем они были высказаны. На форум прибыли новые группы людей. Даже защитники стен оставили свои посты и, привлеченные происходившим, толпились при выходе из улиц. Их бронзовые шлемы и щиты различной формы, круглые, длинные, в виде полумесяца, сверкали при огне костра. А кто он увидел и соннику, перед которой толпа расступилась, когда она направилась к группе изящной молодежи своих поклонников? А лорка продолжал говорить. «Вам известно, кто я. Сейчас, когда вы узнали меня, раздались угрозы, и руки поднялись на меня. Я понимаю негодование, вызванное моим появлением перед вами. Я не неблагодарный. Но припомните, что я родился в другой земле, и смерть отца поставила меня во главе народа, которому я должен повиноваться, и с союзниками которого я должен идти вместе. Я не забывал никогда гостеприимство, оказанного мне сагунтом. Это воспоминание я храню, и судьба вашего народа так же близка мне, как судьба моей родины. Подумайте хорошенько о вашем положении, сагунтинцы. У храбрости есть свои границы, и, несмотря на все ваши усилия, судьба мужественного сагунта решена богами. Они это доказывают, покинув вас, и ваши стрелы ничего не в состоянии сделать против их непреклонной воли. Неопределенная речь о лорко только усиливала чувство неизвестности в народе. Все боялись условий Ганнибала, а кельтеберийцу, очевидно, тяжело было высказать их. «Условия! Говори условия!» кричали с разных сторон форума. Доказательством, что я прибыл сюда в ваших интересах, продолжал а лорко, будто не слыша этих криков, может служить то, что пока вы могли защищаться собственными силами или надеяться на помощь римлян, я не приходил к вам с предложением покориться. Но теперь ваши стены уже не могут служить вам защитой. Ежедневно сотни сагунтинцев гибнут от голода. Римляне не придут. Они далеко и заняты другими воинами. Вместо того, чтобы послать легионы, они отправили к вам послов, и поэтому я, видя, что Алько медлят с возвращением, решился выдержать ваше негодование, чтобы принести вам мир непочетный, но необходимый. Условия! Условия! кричала толпа, ревом своим потрясая форум. Подумайте, продолжал Алько, что победитель вступая с вами в переговоры, тем оказывает вам снисхождение, ведь ему принадлежит все, что вы имеете, жизнь и имущество. Это была ужасная истина, и, сознавая это, толпа замолкла. Он требует разрушения Сагунта, уже и так большей частью разрушенного и занятого его войсками, но он позволяет вам выстроить новый город в месте, где Ганнибал укажет. Все сокровища, хранящиеся как в общественной казне, так и в ваших домах, перейдут к победителю. Ганнибал пощадит вашу жизнь, жизнь ваших жен и детей, но он требует, чтобы вы вышли по указанному им пути без оружия и только с двумя одеждами. Я понимаю, что условия жестокие, но несчастье принуждает вас подчиниться им. хуже вам было бы умереть, а вашим семьям сделаться военной добычей торжествующих солдат. А лорка кончил говорить, а молчание на форуме продолжалось, молчание глубокое, грозное, подобное затишью перед бурей. «Нет, сагунтинцы! Нет!» крикнул женский голос, а кто он узнал голос сонники? «Нет! Нет!» вторила ей со всех сторон толпа, как эхо. Все волновались, перебегали с одной стороны на другую, толкались, объятые бешенством, будто намереваясь растерзать друг друга под влиянием ярости, возбужденной условиями победителя. Сонника исчезла, но затем, как он увидел, что она снова появилась на форуме в сопровождении целого шествия, рабы, женщины, солдаты несли на плечах богатую утварь загородного дома, перенесенную в городские склады, ларцы с драгоценностями, роскошные ковры, слитки серебра, сосуды с золотым песком. Народ смотрел на эту выставку богатств, не угадывая намерения сонники, нет, нет, повторяла гречанка, как бы говоря, сама с собой. Предложение победителя возмутило ее. Она видела себя, выходящей из города без всяких средств, кроме единственной туники на себе и другой запасной на руке, представляла себя, просящей милостынью по дорогам или работающей в полях, как рабыня, воображала, как ее будут преследовать эти свирепые солдаты различных племен. Нет, нет, повторила она энергично, прокладывая себе дорогу через толпу к костру посредине форума. Она была великолепна со своими огненными волосами, распустившимися от волнения, в тунике, разорвавшейся в тесной толпе, со сверкающими глазами фурии, находящей горькое наслаждение в разрушении. Зачем богатство? Зачем жить? И к ее отчаянной энергии в значительной мере примешивалась горечь, испытанная ею час тому назад перед трупом своей рабыне. Она дала сигнал, бросив в костер изображение Венеры из яхонта и серебра, которое несла в руках. Статуэтка как камень канула в костре. Спутники сонники, все несчастные и изголодавшиеся, радостно последовали ее примеру. Разрушение стольких богатств вызвало рев удовольствия и заставило скакать этих бедняков, проведших свою жизнь в вечных лишениях и рабстве. Полетели в пламя ларцы из слоновой кости, кедрового и черного дерева, и, падая на дрова, раскрывались, из них потоком лились скрывавшиеся в них сокровища, жемчужные ожерелья, нитки топазов и изумрудов, дождь алмазов, целая гамма драгоценных камней, которые сверкали на мгновение среди огня, как загадочные саламандры. За драгоценностями последовали ковры, шитые серебром покрывала, туники с золотыми цветами, золотые сандалии, кресла с ножками в виде львов, ложа, окованные металлом, гребни из слоновой кости, зеркала, лиры, флаконы для духов, мраморные столики с богатой инкрустацией, все сокровища богачки сонники. И несчастный народ, возбужденный этим разрушением, аплодировал с ревом при виде костра, разгоравшегося все сильнее, получив столько горючего материала. Пламя его поднялось на значительную высоту, и горящие искры полетели на ближайшие крыши. Ганнибал требует сокровище, кричала сонника хриплым голосом, переходившим в вой. Несите сюда все свое, пусть африканец отобьет свою добычу у огня. Ей не надо было напрягать свой голос, чтобы вызвать подражание. Многие из сенаторов, бежавшие в первую минуту замешательства, вернулись на форум, неся ларцы под белыми мантиями и бросали в огонь свои богатства, принесенные из домов. Над головами толпы из рук в руки передавались домашние вещи, шкафы, чтобы в следующую минуту очутиться в огромном костре, поднимавшемся все выше, среди белого светящегося дыма. То была жертва все сокрушения в честь немых и глухих богов Акрополя. Дома, очевидно, пустели, отдавая все свои богатства костру, люди творили угрюмо и молча свое дело разрушения. Женщины же казалось обезумели, растерзанные, кричащие, с глазами выкатывающимися из орбит, они кружились вокруг костра, привлекаемые пламенем, они почти касались его лицами, не отдавая себе отчета в том, что делали, и изрыгая проклятие губами, на которых клубилась пена бешенства. Одна из них, как бы окончательно обезумев от адского хоровода, не могла устоять против притягательной силы огня, она сделала скачок и исчезла в пламени, в один миг запылала одежда и волосы, и несколько секунд живой факел стоял над костром, другая женщина подкатилась к костру как шар, держа ребенка у иссохшей груди, и вслед за первой ринулась в середину огня. Огонь перешел на деревянной крыше домов форума, венец пламени окружил площадь, толпа задыхалась от дыма и жара, и в этой густой, смрадной атмосфере вещи, как бы сами собой, шли к костру над головами толпы. Лакаро и его изящные друзья заговорили о смерти. Эти изнеженные люди обсуждали с чудным спокойствием как им пасть. Они не хотели идти за сонникой, предлагавшей, вооружившись мечами и щитами, сделать вылазку и умереть, сражаясь. Им казалось отвратительным бороться с грубым полудиким солдатом, чувствуя идущий от него запах дикого зверя, и упав с лицом размозженным ударом валяться в грязи, как убитая скотина. Заколоть себя кинжалом тоже не казалось им привлекательным. К такому средству прибегали герои. Им казалось лучше умереть на костре. Это напоминало сожжение азиатских цариц, сгоравших на кострах благовонного дерева. Одну жаль, что такой яркий огонь причиняет такую боль. Но момент был не таков, чтобы долго раздумывать. И, закрыв лицо плащами, они, эти изящные молодые люди, увлекая за собой своих маленьких рабов, взошли на костер спокойным шагом, как будто были еще те мирные дни, когда они гуляли по форуму, наслаждаясь скандалом, вызываемым их женскими нарядами. Сонника, оставив обнаженной всю очаровательную белизну своей груди, собрала тунику вокруг талии, чтобы легче было бежать. «Идем умирать, эффобий», звала она философа, смотревшего рассеянно на общее разрушение. В первый раз паразит не ответил своим дерзким и ироническим жестом. Он смотрел серьезно и нахмурившись на то, как умирали люди, над которыми он столько смеялся. «Умереть», повторил он, «надо умереть?» «Ты так думаешь, Сонника?» «Да, кто не хочет стать рабом, должен умереть, возьми меч, иди за мной. Нет такой необходимости, если надо умереть, так зачем понапрасну утомлять себя бегством и нанесением ударов? Я умру спокойно, в тихом бездействии, скрашивавшем мою жизнь». И медленно, незаметно, он сделал несколько шагов к пламени, закрыв лицо своим заплатанным плащом, тем же, в котором прохаживался в мирные дни под портиками форума. На ступенях храма сенаторы убивали себя ударами кинжала в грудь. Умирая, один передавал свое оружие соседу, и все употребляли последние усилия, чтобы остаться выпрямившись в своих креслах. Группа женщин, схватив горящие головни, как разъяренные вакханки, устремились на улице Сагунта, зажигая двери, бросая горящие головни на деревянной крыше. Вдруг в самой высокой части города, на которой сосредоточилось нападение осаждающих, раздался страшный треск, будто вся гора разрушилась, защитники, собравшиеся на форуме, покинули стены, и одна из башен, которую карфагенине подрывали уже несколько времени, рухнула. Когорта ганнибалова войска, видя проход открытым, устремилась в него, дав знать вождю, чтобы он последовал со всеми своими силами сюда, сюда, кричала Сонника охрипшим голосом, наша последняя ночь, я не умру на костре, хочу умереть, сражаясь, я жажду крови. Она, как фурия, умчалась с форума в сопровождении актеона, бежавшего рядом с ней, и старавшегося обратить на себя ее внимание, называя ее по имени. Но красавица гречанка в своей ярости не обращала на него внимания, будто рядом бежал кто-то совершенно ей незнакомый. Все остававшиеся на форуме вооруженные граждане женщины, потрясавшие ножами и стрелами голые юноши, без иного оружия, кроме пик, все поспешили за Сонникой и актеоном. При свете пожара они бежали, как обезумевшее стадо, сверкая бронзовым оружием с запятнанным кровью, высокими шлемами и, обнаруживая через прорехи одежды исхудалые тела на костях, как бы плясавших в мешках иссохшейся и огрубевшей кожи. Они вышли из Сагунта через каменную часть и двинулись призавию пылающего города к лагерю осаждающих. Когорта кельтеберийцев, спешившая в Сагунт, была разрознена и смята этим ураганом отчаянных людей, бежавших нагнув головы и врезаясь во встречающиеся препятствия. Но несколько дальше им попались новые отряды, подступавшие к городу, получив известие о вылазке, и они натыкались на стену щитов. Однако борьба один на один уже не была под силу сагунтинцем. Обессильные люди не могли устоять против натиска. Кельтеберийцы рубили без малейшего милосердия своими обоюдоострыми мечами, и эта пестрая толпа ослабевших мужчин, женщин и детей, быстро растаяло. В то время, как Актеон боролся, закрыв лицо щитом и подняв меч кверху с двумя сильными солдатами, он увидел, что соннику поразил в голову удар кинжала, и она выпустила оружие, стараясь последним усилием выпрямиться. «Актеон!» «Актеон!» воскликнула она в эту минуту, забыв свою горечь против него и чувствуя, что вместе с подошедшей смертью к ней вернулась вся горячность прежней любви. Она упала ничком на землю, грек хотел подбежать к ней, но в это самое мгновение у него зазвенело в ушах, как будто о его череп ударилась целая скала. Он почувствовал в боку холод железа, пронзившего его тело, в глазах у него потемнело, будто он летел с высоты в бездонную мрачную пропасть, до конца которой никогда нельзя было достигнуть, и он упал. Грек очнулся, его грудь давила, как будто гора, он не сознавал, действительно ли он жив, тело отказывалось повиноваться ему, только с болезненным усилием ему удалось открыть глаза и неясно сообразить, почему он очутился там, где лежит. Наконец он понял, что гора, давившая ему грудь, была телом огромного солдата, и, как-то он вспомнил, что в ту самую минуту, как он почувствовал, что летит в таинственную темноту, он всадил меч в тело этого воина. Он огляделся. При багровом свете, как бы бесконечно занимающейся зари, он увидел сверкавшую на земле массу оружия и заметил разбросанные местами наваленные в кучу трупы в странных позах, приданных им последними предсмертными содроганиями. Вдали горел город, темные безображные здания выступали из-за языков пламени, на фоне которого дрожа обрисовывали стены Акрополя. Актеон вспомнил все. Этот город Сагунт, из него доносились крики победителей, бегавших по улицам покрытым кровью, зажигая еще не горевшие дома, разъяренные против населения, поглощенного только истреблением своих богатств, убивая всех встречавшихся на пути и приканчивая раненых. Отдав себе отчет во всем этом, он осознал, что еще жив, но скоро умрет. Он чувствовал это по чрезвычайной слабости, овладевшей им, по смертельному холоду, пронизывающему все тело, и сознание теплилось в его уме только как слабый огонек. А Сонника? Где же Сонника? Его последним желанием было добраться до ее трупа, который, вероятно, был поблизости. Он хотел поцеловать ее, как поцеловал ее рабыню, отдать ей эту дань, прежде чем умрет. Но когда он, сделав последнее усилие, поднял голову, он почувствовал, что лицо его залила горячая липкая жидкость, он истекал кровью. В эту минуту неясно, как будто в мимолетном сне он увидел черного кентавра, скакавшего по трупам и смеявшегося, с адской радостью, глядя на горящий город. Кентавр проскакал мимо Актеона, копыта его коня ушли в тело кельтеберийца, лежавшего на груди грека, и при свете пожара последнему показалось, что он узнает всадника, то был Ганнибал. Без шлема на голове, весь охваченный торжеством победы, он скакал на черном, как ночь, коне, казалось, разделявшим ярость своего всадника, топтавшим, попиравшим трупы и развивающим своим хвостом пополю остатки битвы. А греку он показался фурией, вышедшей из ада за его душой. Перед ним мелькнуло лицо Ганнибала, оживленной гордой улыбкой жестокого самодовольства. Его величественный и непреклонный вид напомнил Актеону одно из карфагенских божеств, милосердие которого можно было вызвать, только принося на его алтарь человеческие жертвы. Ганнибал смеялся, ликуя, что, наконец, этот город, под стенами которого он простоял восемь месяцев, в его руках теперь уже ничто не помешает развитию его смелых планов. Грек уже не видел больше ничего, его поглотила вечная ночь. Ганнибал поскакал вдоль стены города и, видя, что со стороны моря занимается яркая полоса зари, остановил лошадь. Глядя на восток, он протянул руку, как бы желая простереть ее дальше голубой линии горизонта и крикнул с угрозой, как бы обращаясь к невидимому врагу перед тем, как устремиться на него. Рим! Рим! Конец книги. Ноябрь 1998 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Валерия Лебедева. Продолжение следует...